Пошел, всем оставаться у своих экранов-мониторов, не покидать позиции свои. Товарищ майор, только не расстрел, пожалуйста. Уход со стрима расценивается как предательство Арстоцкого стоп-гейма. Родина, контрреволюционная деятельность его. Да, генерального секретаря Кунгурова и примкнувшего к нему, не знаю... Всех остальных, да. Всех остальных. Членов компартии Арстоцких. Да, так, ладно. Так, а ты что, сюжетную будешь или бесконечную запустишь? Да я думаю, сюжетную, сюжетную поинтереснее. Ну так-то да. И там можно реально отыгрывать кого-нибудь. Ну мы будем отыгрывать кого? У нас месяц тирании или борьбы против тирании? Слушай, ну вообще, на самом деле, игра проходится очень быстро. Я не знаю, я бы, наверное, за два часа... Я бы пошел через Эзиков, ну то есть развал Арстоцких. Ну у меня вот подмывало самым правильным гражданином страны заделаться. Ну, не знаю. А, ну нет, давай, давай, там же можно и порядок сохранить. То есть как бы соблюдать все правила, никого лишнего не пропускать, штрафов не получать и только ради Арстоцких служить. Ну, штрафы я, наверное, пропущу, потому что наверняка буду периодически затупливать. Нет, там есть сюжетные штрафы, которые, типа, когда тебя просят пропустить кого-то, а есть это... Ну, когда ты сам тупишь. Ну это да, и я буду иногда тупить, потому что у меня такое бывало. Собственно, ребят, всем здравствуйте, с вами ступгейм.ру. Для вас сегодня стримит Евгений Баранов. Это я. У стримерского руля, а на комментариях я, Михаил Нарецов. Вот. И играем мы сегодня в Paper Splits или ваши документы. Сохраним государственный строй в Великой Арстоцке, которая даровала нам возможность поработать на пограничном пункте Восточного Грештина. Совершенно незаметная аллюзия на Восточный Берлин. И, в общем-то, на всю холодную войну этого этапа. В игре есть обнаженка пиксельная. Да. Вообще есть резоны отключать, потому что большинство клиентов этого пограничного пункта, те еще страхолюдины, независимо от пола. А еще трапы. Да еще трапы бывают, причем в обе стороны. Ага. Как вам короткометражка по Paper Splits, если смотрели? Жень, ты смотрел? Да, я посмотрел, она немножко слабовата, хотя в чем-то дух ее, дух игры передан неплохо. А я что-то так и не ознакомился. Так, ладно, положу книжечку. Сразу книжечку достаньте, чтобы... Да, я... Опа. Сириусник, спасибо за подписочку. Спасибо. Арстоцка вас не забудет, товарищ. Так, у нас в первый день только граждане пропускаются, насколько я помню. Да. Проходите, пожалуйста, на ваш пограничный пункт, на Восточном Грештине. Слава Ростоцки, давно не слушались, ребятки, как ваше ничего. Арсел, нормально. Все прекрасно, трудимся во имя блага страны. Ты районы бы еще проверял, да, потому что даже это... Да, первые там правильные, насколько я помню, всегда. Нет, нет, могут, по-моему, быть эти косяки. Так, а ну импор, это автоматический отказ у нас в первый день. Пускаем только граждан страны, которые возвращаются. Угу. Потому что у нас воссоединение семьи идет. А не выводится подписано, а лерция до сих пор работает. По идее, они работают, только я не знаю. Жень, ты не видел это? Так, сейчас погляжу. Ну, видимо, сломалось что-то. Давай день закончишь и выведешь. Ну, ладно, я это. Хорошо. Они выведены, просто, наверное, что-то поменялось. Может, ты просто их, точнее, под игру убрал. Не-не-не, точно нет, я только что это проверил. Ну, ладно. Евгений, расскажи, по какому принципу ты проверяешь документы у людей? По принципу хаотичному, потому что, что попадается на глаза, то проверяю, сравниваю, иногда лезу в книгу, если... Ну, недостаточно часто лезу, и поэтому иногда пропускаю ошибки, типа, печатей. Слушай, а ты же можешь это не убирать, вот эту вот выезжающую, с печатями, потому что, когда сдаешь документы, она автоматически сама убирается. Да, как-то привычка появилась. Ну, ладно. Ну, просто, не знаю, я на скорость играл, и я как-то в одно время даже выучил все районы разных городов, откуда люди могут приезжать, точнее, разных стран. Ну, это так, знаешь, это просто так, кляво. Так, ох, блин. Давно не играл, и не все помню. Сейчас, наверное, за это в первый же день я заступил. Радизна, ваш точно грешный. Закфайр, спасибо за 333 рубля. Слава Арстотске или Слава Гальперии, или, не дай бог, Слава Кунгурии. Ну, тут уж по своему разумению, смотрите. Всем слава. Всем по чуть-чуть, да? В итоге не славен никто. У нас тут интернационал. А-а-а. Грядется. Ну, так, в ближайшее время. Если вы понимаете, о чем я. Здравствуйте, товарищ Налицин, инспектор Баранов, удачной службы за Арстотску. Здравия желаю, товарищ зритель. Да. Проходите, не задерживайтесь. Гражданин, сдавайте ваши документы, проходите. Так, а как в паспортно-правословном пункте может появиться обнаженка, а рентгеновские снимки добавить, да? Ни хрена себе полномочия, да, у этого, у инспектора. С вами виноваты, ничего приезжать было с ней, мне нравится. Могли бы развести ту еще бюрократию, что там нужно куда-то ехать отдельно, чтобы проверить. Я еще знаю, а Женя-то играл ранее в бумаги? Да, играл, просто было давно, хотя я даже все ачивки получил. О как, ведь платину выбил. Да, платину, но я все равно чувствую себя не очень уверенно, потому что это... Да, партия доставила мне новый микрофон, и теперь я могу с вами снова общаться. Уже как несколько дней, например. Так, один день можно отопление не включать в семье, но... Через один день. Да, или что-нибудь заболеет, так что первый день можно сэкономить на обогреве. Жрут каждый день отопление через один. Ну да. Можно и кормить через день, но все равно, знаешь, это... Чувствуйте, я не себя буду так себе. Ну да. Ну я обычно, знаешь, как чередовал, типа там это... В один день мы греемся, в один день едим. Или этот, или руки моете, или сахар в чай. Да-да-да-да-да. Ради вас... А, рада снова вас слушать. Здравствуй, Ириско-Киска. Привет. Лично рада вас всех видеть. Привет, товарищ Киска. И дамы. Товарищ Ириско. Ну я думаю, Киска это фамилия, Ириско имя. Ну и что, ты всех будешь по фамилии называть, что ли? Ну... Так более формально звучит. Ну да, согласен. Но они же гражданские, а не наши коллеги в этом отношении. Ну в смысле, они же с нами на пропускном пункте не работают. А так? А, вот. Еще горячие клавиши пока не работают. С горячим клавишем в тысячу раз удобнее играть. Теперь можно впускать граждан других стран, но все равно надо проверять паспорта. А потом и другие документы. Сотни других документов. Господи, как же их до хрена-то стало. Арбистан, Мергерус. По-моему, все правильно. Добрый день. Ну что, время материться на то, что каждый придурок забыл в печати о паспортном столе? О, это нормально. Ну мы же за каждую мелкую провинность не будем пускать. И взятки брать не будем. Да, у нас тут полный порядок. Диктатурский порядок просто. Никаких человеческих чувств. Да. Тоталитаризм во все концы. Так, паспорт. Паспорт просрочен. Это я помню. Самый главный вопрос. И схемок пропустят? У меня торговая лицензия. Вам нужно разрешение рабочее. Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Если бы у нас был включен заказ музыки, то это было бы первое, что нам заказали. Да? А почему не гимн Советских Социалистических Республик? Ну, или он. Ну просто, видишь, бумаги. Вы дальше не пройдете. Это гораздо ближе по смыслу. Эй, куда? Чужое фото, точно. Джорджа пропускать будем? Не, ребят. Все это под откос. Монетки... Тем веселее будет уже, а не оставляет своих попыток. Парадизма. Ну, у нас есть фото. То. Женщина. Паспорт не просрочен. Так. Ступай. Настрой микрофона, то, что мы подлавливаются. Да. Это нужно, это просто... Нойсгейт поставить. Угу. Ну, еще ты был... А так, да, например, я вон это, Европа-Универсале стримил, люди слышали, как у меня за окном птицы поют. То есть у меня просто, я сижу с открытым окном, у меня воробьи сраные чирикают на этих, на ветках, и такие, зритель, вон, говорит, ну, типа, че-то, че-то это. Да, у меня летом и осенью тоже, когда ласточки чирикают, очень хорошо слышно. Не, просто у нас какие-то, это, птицы сумасшедшие, орут, как не в себе. Контуженные. Наверное, да. Захочешь развлечься, приходи. Да куда? Какое развлечься? Это женщина. Я столько денег получаю. А, ты же можешь отдать кому-то. Да, только я не помню, кому. За это вроде бы дают жетончик. Да, да. Чтобы, ну, все ачивки получить. А кому именно, я что-то вспомнить не могу. Сколько лет этой женщине, что она тебе предлагает развлечься? Не, она предлагает зайти в ее заведение, так что, может быть, она там управляющая. А управляющая Матрона может быть довольно-таки старой, и, в общем-то... А, у нас все. Возможно, да. ЧП произошло! Интрудер-алерт! Стреляй! Стреляй! Родненький! Кривой. Кривой солдат. Да. Ну, и за это он получил гранату. И порвался на несколько кусочков. Фукуляйте я! Хорошо, что хоть не в КПП он это дело бросил. Жена мерзнет, сын мерзнет, теща тоже мерзнет. Дорма ей, да? Ну, ты что, и не жалко. Хотя бы дядя мог пойти работать, вот если так подумать. Вы до конца проверьте игруху, но как получится. Я подозреваю, что в Арстоцке еще безработица чудовищная, поэтому они просто не могут заработать. И трудовала лотерея, это на самом деле большая удача. Ну, то, что главный герой выиграл работу на пропускном пункте. Так, напоминает СССР, но как бы это, отсылочки. Восточный на игре, что я как правильно заметил Евгений, это отсылка к Восточному Берлину. И стенке, которая там стоит. Стена та самая. Правда, тут она такая невысокая, что может пролезть какой-нибудь террорюга. Какой-нибудь пидор, да. Ну, теперь смотрите, у нас не один солдат охраняет, а пять. И тут такие изменения происходят постоянно. Через каждые несколько дней. Так, у нас пропуск теперь должен быть. И все станет на 100% сложнее, потому что, ну... Надо вроде чередовать пищу тепло. Ну, да, я тоже Евгению это говорю. Ну, я как-то пищу обычно каждый день выдавал всем. Ну, видите, он добренький. Я бы тещу не кормил. И, может быть, дядю. Тут я с тобой соглашусь. Все равно старые. Еще и, блин, не хотят работать. Нет, чтобы там огородик сделать, какой сами себя кормить, да? Хотя бы охотиться на мышей, как эти в Двор Фортрес, когда есть нечего. Ну, вот опять у нас Двор Фортрес. Ладно, усатый Хуберт, проходи. Пропуск правильный. Если Глориан разует, это то? Должно быть, да. Да, я это даже помню. Просто ты меня смутил. Так. Если все равно работаешь, плюс для чего экономить? Для того, чтобы свалить, для лекарств, если кто-нибудь заболеет, ну и прочие такие вещи. Так, вот. Что-то я забыл, где правила. Вот. Выявлено несоответствие. Где ваш пропуск? Вот. Спасибо! Могли бы и раньше выдать. Из республии у нас, там лист Ренадии городок есть? Да, есть. Все. Нет, короткометражку мы обсудили коротко, на предмет того, что Жене показалось, она, конечно, прикольной, но не окончательной. Ну, то есть, не полностью. Да, они не развили достаточно саму тему вот эту вот, тоталитарную. Не разыграли эту карту. Вот еще одна. Ну, сухо. Спасибо. Денис Икс Киллер. Слава Арстоцкий. Спасибо за 300 рублев. Спасибо. Видно, что у наших граждан все-таки есть работа. И Данк Ойлмен. Чуваки, прикиньте, смотрю запись стрима Васи по Watch Dogs 2, а там 49 рекламных роликов на 2 часа стрима. Кунгурыч че, охерел? Или берет пример с Бекмамбетова в записи старых стримов его рекламная фрошиза Ёлки? Ну, я не знаю, на самом деле, как это работает. Надо спросить у нашего, это, компартии. Так, я не помню, если старое фото, то пропускаем? Вроде бы, да? Нет, это не совпадение. Ну, не совпадение, тогда ладно. Типа, моя внешность изменилась, и мы нет, и мы не пропускаем. То есть, мы же не можем проверить, насколько подлинность. Ну, вообще, вот фотография не очень сильно отличалась. Там была другая прическа и лицо менее обрюзгшее. Люди так... Не-не-не, Евгений, любые отличия не пропускаются. Не, я просто пытаюсь обосновать. Ну, ладно. Если я не ошибаюсь, за то, что ты не пропускаешь человека, штрафов не дают. То есть, можно просто всех выгонять? Отличная стратегия. Ну, не всех, кроме... Нет, по-моему, дают. Сейчас скажу. Нет, да... А, нет, нет, за то, что ты выгоняешь, тебе не начисляют число пропущенных. То есть, видишь, у тебя внизу число, сколько людей ты обработал, да? Да, ну да. И вот тебе идет еще только сколько ты пропустил это в Варстоцку. Блин, все по привычке пробел, нажимаешь, чтобы этот... Да, я тоже очень хот-кейм привык быстро. Дат на пропуске неверное. Даже не знаю, что сказать. А я знаю, что сказать. Пошла вон отсюда! Импор, идите... Блин, не туда нажал. Идите в баню. Возвращайтесь, когда добудете правильный пропуск. И мне насрать, что вы отстояли очередь в 300 человек. Или сколько там, да? Да. Таков порядок. Кому-то он кажется тоталитарным, но это порядок. Интегрия, нет, инкер, это у нас импор. Да, это импор. Неправильно. Пропуск только иностранцам нужен, да. Граждане Арстоцки могут проходить без пропуска. Граждане Арстоцки могут проходить без пропуска. Ну, я знаю. Просто я забыл, что делать в этом случае. Ну, настал, типа? Да, я уже щелкнул. Давайте условно. Жора! Вы даже не гражданин! И да, в фильме, в короткометражке, была небольшая отсылка на этого Жоржа. Довольно-таки смешанная. Я так и не посмотрел. Но в целом сюжета, как такового, там нет. И то, что актер такой колоритный. Прям вот попадание в роль стопроцентное. Мне нравится этот актер, на самом деле. Знаешь, где он еще играл? Я помню, в «Ночном дозоре» и «Дневном» тоже. Да-да-да. Инквизитором, что ли? Кем он там был? А, нет. Его заговорили быть инквизитором. Там, в первом фильме это было показано. Ну, что-то, ну, это было для профилактики, чтобы Женя не расслаблялся. Женя отлично выполняет свою работу и пока претензий к нему не имеется. Да-то у меня почему-то паспорт не скидывается. А, да. За неверный донос будем расстреливать! Не, ну, вообще неверный донос в государстве, где доносительство поощряется, это, в принципе... Ну, почему бы и нет? Не, ну, перестраховаться ладно. Но если... Тут репутацию честного гражданина, работника нашего пропускного пункта хотят подставить под сомнение. Я предлагаю как минимум выпороть. Прилюдно. Вот. Да, можно даже ремнём. Можно, можно даже по яйцам. Нет, давай перебор немного. Да, главное вовремя остановиться. А то так недолго родного батю в асфальт закатать, как писали Стругацкие. Бублия, Сент-Глориан, дата правильная. Женщина. Вы вообще неправильно работаете. Слишком быстро. В СССР и Россия на границе самая долгая проверка документов в мире по своими другими странами. Но мы же нормальные работники. Какая же ты женщина? Ты на свою рожу посмотри. Нет, ты не женщина, иди отсюда. Так. Есть ли смысл смотреть, если не играл в игру и вообще особо не в курсе сюжетов? Есть. Если Женя пройдёт за этот стрим, то есть. Ну, вы рискуете проспойлерить себе концовку, как самого правильного работникова. Что? Одну из двадцати концовок? Ну да, одну из двадцати. Так, всё, отопление отключаем, погрелись, хватит, запасы с теплом на следующую ночь. Будем как эскивосы друг с другом спать, чтобы теплее было. Да, никакого действа. Никакого. И вообще, пускай дядя с тёщей обнимается. Да, действительно. Блин. У, суки. Живут за наш счёт. Живут за наш счёт. Разрешение на въезд. Пропуска больше не действует. Ох, я не завидую тем, кто пропуск оформил пару дней назад. Ну, то есть вчера. Вчера, да. Балбесы, лохи, неудачники. Ну, тут так резко всех событий происходит, всё меняется. Да, да, постоянно меняется. И сложнее становится в первую очередь идти инспектору. Арпистан, разрешение на въезд. Работа такая. Да, сколько здесь становится... В смысле, всего два пола гендера? Вы что, а где же вертолёт? Ну. Вот. Ой, печаточки, Евгений. Самая засада – это печати, я считаю. Да, печати очень подлые, потому что я никогда не могу запомнить, в какую сторону эти чёрточки. А тут же... Справа налево, по-моему. Многие... То есть большая часть этих рандомизирована. Угу. Не, я... Ещё нужно поглядывать вот на рост, блин, на рост и на вес, который в углу экрана. Да, тоже биометрические данные. Да, тоже можно с этим прилететь очень-очень-очень сильно. Район Вискилу тоже надо проверить, есть ли в Арстотске район Вискилу. Вискилло. Опечатка. Вот и всё. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Подделка документов. Поддельные документы. За это можно и на кичу присесть. Потом можно будет отправить на кичу, когда тут охранник появится. Ну да, 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 личный. И можно будет заработать с ним, отправляя всех подряд. Но я не буду этого делать. Ну ты страха будешь хватать за то, что отправляешься подряд, а потом к тебе придут. Нет, я имею в виду, если отправлять даже тех, у кого просто устаревший документ или кто... Нет, таких можно, да. Кстати, к этому придирки, по-моему, нет. Ханикан, импор, женщина, дата правиль... А, точно, устаревший... Пропуск же, блядь, чё, тупой, что ли, совсем. Да-да-да. Так. А чё, Дауры обратно взяли, конечно? Какой обратно? Пусть дядя и сын, дочь и тёща греются друг от друга, тренируем в следующую ночь. Шутки про инцессу. Вот дерьмо. С меня за пропуск кучу денег содрали. Добро пожаловать в Арстоцк, родненькая. Ну, точнее, не добро пожаловать. Ну, купила-то она и не в Арстоцке. Ну да. Но наверняка человек представился этим... Он останется тут на веки вечные. На веки вечные написано один месяц. Ну, ты как бы это, стенограмму возьми. Ну, я взял. В Арстоцке есть только мужчины и женщины. Все остальные гендеры другое и террористы. Да-да-да. Да, прикольно. Нет, других ошибок нет. Он просто сказал на веки вечные. Скорее всего, ну, ладно. В документальных ошибок нет. Только словесные. Это же не считается. Оговорился. Может, он на другом языке вообще шпархает. Или он намерен нелегалом остаться. А меня это волновать не должно. Это должно волновать миграционную судьбу. Да, это не твои заботы. Да. А следующий стрим по Бихолдеру не предполагается. А я собираюсь Бихолдер постримить, кстати. Хочешь? Можно. Ну, я не против, да. Но у нас же еще, Женя, план застримить это... Hearts of Iron 4. И не просто так. Да, у нас там мега цели. Мы хотим свергнуть тирамию капитализма. И построить коммунистический мир. Женщина хотела проехать к сыну. Но она не озаботилась получением непросроченных документов. Причем, что самое важное, ребят, мы же будем не через захват мира играть. А через марионетки, сателлиты и прочее. То есть не захватывать территории, а только красить всех. Вот. А, данные совпадают. Просто прическа другая. Ну ладно, лучше перебдеть, чем недобдеть. Antegria Glorian, да, правильно. Печать. Печать, 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 печать. Так, подожди. Да, MB, по-моему, не та печатка. Нет, печать, правильно. Тут же два варианта есть в печати. А, окей. Это чтобы еще труднее было мне, инспектору. В этой системе должны страдать все. Инспекторы на пропускном пункте, граждане, гости города. Ой, блин, я не туда нажал. По привычке отправил назад. Ну и хуй с ней. Ладно, ничего страшного. А, все-таки да, даю штрафы за это. Сори. Да-да-да. Но я подозревал, потому что у меня бывало такое, что я... Ну я понял, да. Добрый вечерочек. Надеюсь, сегодня в Москве никого ветром не увесло. У меня была новость в Телеграме по поводу этого. В Москве из-за урагана погибла девочка. Всего пострадали 12 человек. У тебя два разных имени. А, отпечатки, да, еще. Теперь еще отпечатки есть. Да-да-да. Не, они изначально есть, но это... Так. Сейчас скажу. Отпечатки... Совпадают. Ну что ж, это тот же самый человек, который поменял имя с Ивон на Иван. Телеграм уже заблокирован на территории РФ. Да, именно поэтому я пользуюсь им без VPN. Не, мне приходится ходить через торт, так что... Ну, тебе просто не повезло. И все так и дозначено. Все верно, но я вас не упущу, потому что идите нахер. Арстатка стояла, и вы постоите, да? Иисус терпел, и вам верил. Все. Второе имя не соответствует документам. А, я же проверил отпечатки. Правильные же отпечатки. Штрафики, Евгений. Ну и что, что проверил отпечатки? Имя не соответствует? Иди переделывай, дядя. Не, я подумал, что он поменял имя. С Иван на Ивон. А почему игра не на весь экран растянута? Ну, это потому что она криво захватывается, и ее нужно дополнительно растягивать. Ну, да. У меня вообще, в принципе, тут рамки черные по границе экрана. Ну, ее можно захватить нормально, 16 на 9, просто криво написана игра. Че? Какой Тор? Оло. Там же два клика сделать надо прокси. Так это... А я вообще без VPN-ов сижу. У меня, как бы, этот... Провайдер слоу-почтой, он до сих пор ничего не сделал. Никаких телодвижений. У меня что с мобилой, что с десктопа. Фото в паспорте, говорят. Евгений? Да, точно фото в паспорте. Ну, я же говорю, что я буду тупить беспощадно. У меня... Трех... Три-один раз было штрафа, по-моему. Всего лишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, че, ну, обсосок я, ну, играю хуево, ну. Не плакай. Это не единственная игра, в которую я играю хуево, так что мне плевать. Я в большинство игры играю хуево. Так. Ну, ты такой... Ну, че, у меня тоже прокси требовалось недолго. Буквально следующий день после блока опять заработал беспреблуд. Та, я просто это... Поставил прокси, подумал, оно медленно работает, пошел искать новый. Старый вычеркнул, а у меня хоп, все работало. И так я такой, неплохо. Че? Я всегда подозревал, что люди с наименее примечательной внешностью могут оказаться наибольшими сволочами. Пока что же они подтверждают мою теорию. Ха-ха-ха. То, что человек не пропустил. Ха-ха-ха. Не, здесь банальная некомпетентность. Не это... Не приписывайте дурному умыслу то, что можно объяснить глупостью. Наберут всяких по объявлению. Че вы хотите, из деревни набрали какого-то балбеша? У-у-у-у-у-у. Это надо аддона покупать. Ну, у меня вкуплено все, кстати. Я это так... Нет? А я совсем дону... Значит, мне придется тоже покупать, судя по всему. Нет, нет. Потому что у парадоксов все очень справедливо. Если ты играешь по мультиплееру с человеком, у которого есть аддоны, они будут и у тебя в мультиплеере. Вот. Я тебя за советов посажу, там вообще изи. Главное это... Выстой, пока я стану коммунистом, потом поможешь мне им стать. Ну, так я могу не сразу тебе отправлять этих... Нет, нет. А, ну да, тебе нужно фокус сначала поменять этот. Да, мне нужно сначала войну в Японии ввязаться, потом фокусы... Сколько там их? Пять штук получить или шесть? И потом уже делай меня коммунистом полностью прям обмазывай. Если стрит скрылся, скорее всего покинул Републию. Знаменитый бегун стал убийцей, ничего не напоминает? О, ты же еще можешь по газетам это определять людей, да. Газетку себе положить, где они справа. Ну, потом же преступники еще появятся, которых надо будет задерживать. Да, 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 да. Дайте-ка я хлебну немножко, живительные влаги. Женя, не отвлекайся от работы на славную нашу державу Арстотскую. Солдатики могут у тебя проверить на наличие иммунитета к пулям. А то мало ли там отравление свинцом схлопотишь. Блин, единственная смешная шутка, которая была в фильме «Гитлер капут». Про то, что не стрелять, у меня аллергия на пули. Да, да, да. Остальное просто, господи, блядь, такой трэш, аааа, боже. Ну, бывает. Так, все, теперь это не холдер будет на этом же канале потом или на чем-то личном. Ну, конечно, на этом ребят. Мы с Евгением наличных уже давно не стримим. У меня на личный канал подписано 40 человек, которые по инерции с игроманией переподписались. Че-че-че, речь как бы про телегу, а не про полтора миллиона айпишников в подсети Амазона, Гугла, в которой Андрей Кошачилов, причем тут Твич. Короче, там же сейчас уже 19 миллионов айпишников заблочили. Они не намерены останавливаться. Да. И недавно прочел статью, по-моему, на РБК. Точнее, это, новость о том, что возможно. Все дело в том, что Дуров решил запустить свою крипту. А, ну... Есть такое мнение. Как-то это... И, знаешь, мне кажется, это больше логичным, чем просто запрет терроризма, потому что денежки ближе. Всегда. Ну, посмотрим, как будто... Человека просто со злостью арестовал. А, неплохо. Нет, ну, нормально, там не совпадали данные, значит, это документы поддельные. И, ну... Ну, или паспортистка дура. Такая же, как я. Столько же мозгов. Так. Давайте играть в Endless Legend. Ну, реально, там можно играть за титанов от культистов. Дайте угадаю, кто это пишет. Ну, давай, угадай. Ну, это Warlord Battle Cry, да? Та-дам! Да ладно. Слушай, поиграем мы. Поиграем, просто чуть позже. У нас пока месяц тирании, нужно эту карту разыграть. Как говорили раньше на SG, в далекие бородатые времена, когда-нибудь мы расскажем и покажем все. Но когда это будет, неизвестно. Все обзоры на stopgame.ru Да, блин. Я сегодня Goblin News поглядел, свежий выпуск. Ложно ответ на вопрос, я не посмотрел. Весьма ярко он там повествует. Не знаю, Максим, я не хочу смотреть габлача. Он затрахал. Одна и та же повестка. И все одно и то же ни хера конструктива. Как по мне. В том плане то, что... Это демагогия. Совет из жизни. Если, значит, сжигаете траву, удержите с собой рядом ведро воды. Иначе вы можете устроить пожар, как я. И не факт, что вы его погасите, как я. А знаешь, вот совет из жизни. Нет, я не буду его давать. Нет, это... Я промолчу, да. Я однажды... Ну, ладно, я тоже промолчу. Пожарная безопасность, ребят, это важно. Вот, давайте начнем. Жаль, мой батя об этом не знал. Ты что, батя спалил, что ли? Нет, это наше с батей коллективное преступление. А, ну тогда молчи, не выдавай данные. А, срок давности прошел, так что это... Ага, значит, не на все можно срок давности пропустить. Я знаю, например, на что у меня срок давности не пропущен. Вау! У меня вас категорически приветствую. Тупые японские подростки малолетние дебилы, да? Да, да, да. Погоди, вы там о чем-то и говорили, а я что-то... Это цитата Габалача была, да. Чем есть, тем лучше два дня, два дня. Транзит, въезда 8-12. Паспорт, правильно. Имя, правильно. Кариста. А, блин, опять забыл, какие города есть в Объединенной Федерации. Кариста есть в Объединенной Федерации. Ну ладно, что, въезжай. В теме игры про жаркие страны нет ли в планах This War of Mine? Так были же жаркие страны уже, да? Были, да. И This War of Mine под жаркую страну вы еще Фрост Панк предложите. Не, это в другую тему подойдет. Ну ладно, опустим пока. Разрешение на въезд. Почему ты не даешь мне разрешение на въезд? Давай его сюда. Не замедляйте мою работу, женщина! Я один, а вас много! Да, Нарицы и Баранов стримят, просто я недавно начал стримы СГС, смотрите, не всех узнают. Да, так точно, я Нарицы, он Баранов. Несколько месяцев, считается три месяца, как несколько? Ваши документы. Ну ты перепроверь, знаешь? Я перепроверил, да. Лучше перебдеть. А когда Железные Сердца? Ну короче, я сегодня буду тестить дальше эту, как она называется-то? Подождите. Сегодня буду дальше тестировать Америку коммунистическую, и если все получится, то скорее всего в понедельник. Ну прям это, я фишку закажу, чтобы прям свержение тирании, буржуазии у нас мировое было. Будем стримить целый день, начнем днем, потому что это дело очень долгое будет. Есть такое. Работа, два месяца. Я прям даже постараюсь выспаться, знаешь? Какого дела? А может быть, даже купить... Ты уверен, что готов пойти на такие жертвы? Я еще и трезвый буду, Кошвар, да? Невероятно. Ужас просто. Арбистан, город Видор. Блин, нужно саму... Нету города Видор в Арбистане, так я и знаю. А-а-а, сука. Подделка документов. Жирная. Какая-то преступница. Расскажешь вам все в этом прокурору. Нет, сначала следующее, а потом прокурору. Делинер, Саня, соточку опишу. Под вас курсать, защита в понедельник. Пожелайте удачи, поскольку он твич не работал 4 дня из-за резкого позора, но мои провайдеры одумались, теперь все работает. По скриптам, габлач звучит как болезнь, причем психически. Короче, по поводу пожелать удачи. Не тупи, сдавай как надо, будь молодцом. Все. Я полагаю, что это курсать будет на тему тоталитарных режимов Восточной Европы, или что-нибудь в этом духе. Город Пидор? Нет, Ведор, там же было. Ведор, да. Так, ну что, Петр Восток, Петр Восток. Въезжай, Петр Восток, вроде у тебя все правильно. Сейчас я проштрафлюсь, наконец-то. Будете с историческими фокусами играть в Хойку? Не, в Хойку играть с историческими фокусами уже скучно. А, вспомнил, вспомнил, этот мужик, за ним следом идет жена с неправильными документами, он слезно просил ее впустить. Нет. Товарищ жена, я, конечно, все понимаю, у вас горе, вы спаслись из-под тирании Антегры, но вам придется ехать обратно. Да. У тебя нет ни шанса, тебя убьют. Ну что ж, вот когда убьют, тогда звоните. До свидания. Как наши винты работают, честное слово. Господи, я превращаюсь в паскуду. Что происходит? Никакого раскаяния, Евгений, да? Я буду тратить. The Swar of Mine это жопа. Каждая попытка пройти игру заканчивалась тем, что я вновь и вновь начинал игру заново. Но, так как совершая какой-то плохой поступок, мне становилось херово. Я настолько верил во все происходящее в игре, что словами даже не описать. Да, а я стариков завалил и забрал их еду. Просто потому, что они старые и скоро умрут и так, а еда нужна нам, молодым. Я не испытывал моральных тяжб в связи с этим, сори. Не знаю, я вот испытывал временами, но куда чаще я просто бесился из-за тупников. И, знаешь, я очень рад, что не играл в аддон The Little Ones, потому что, господи, как мне описать дети там, где их быть не должно. А почему на войне не может быть детей? Это одни из тех, кто страдает первыми. Как и старики, дети, инвалиды, они одни из первых страдают. Их нужно опекать, беречь, там, что-то... Да, представь себе! Такова война! Да я бы, может быть, съел этого тупого ребенка. Ладно, хватит. А то еще откроются какие-нибудь отвратительные стороны моей личности. Дилинар занял соточку. Нет, Женя, тема курса, чем моего? Республика Кореи в системе минс-мирохозяйственных связей. Проблемы и перспективы. Какая из Корей? Да, они живые в республике. Да. Корейско-народно-демократическая республика и республика Корея. Рабочих мест не хватает, дальше будет хуже. Приезжать на работу местных жителей, значит, теперь нам будут еще выдавать разрешения на работу. Миша, я так понимаю, в понедельник вы будете в Харце Фарен 4. Может в понедельник, может во вторник, еще неизвестно. Так вот, в Каопе играть. Если так, то... Лучше в понедельник, потому что во вторник мне в зал. Я понимаю, Евгений, но я хочу протестировать коммунистическую Америку. Ну ладно, если что, я смогу с утра сходить. Так вот, какие страны будут участвовать? Насколько я понял, СССР будет сдерживать уроды фашиков, а кто будет второй? Второй будет коммунистические США. Коммунистические Штаты Америки. Да. Стопгейму здравия желаю. Здравия, гражданин. Будьте здоровы, друг. Опа, Михаил, это анонс бесконечного лета? Нет, ребят, бесконечное лето, скорее всего, будет на выходных, потому что я еще к нему не готов, ввиду того, что я забухал. Но точно до конца этого месяца. Теперь у нас есть три документа. Они уже не помещаются на столе, поэтому начинаются первые трудности. Джон Стивенсон, специальность авиации до такого-то числа, от 83-го года. Дом стариков самое вкусное место, лутать их одно удовольствие. Нет, на самом деле, если бы я относился, не знаю, с этической точки зрения, с пониманием, я бы, наверное, их не стал обносить. Но у меня кончалась еда, и мы все хотели кушать, а старики не мы. Вот. Дети в играх бесят, потому что они бесполезные, и их надо кормить. Да, прям как в жизни, знаете ли. Нет, ну, а что меня это в жизни бесит? Ребенок — это, в принципе, паразит, который довольно-таки долго паразитирует на семье. На самом деле, это естественный порядок вещей, но это не мешает мне бомбить. Кто может запретить мне бомбить? Никто, правильно. Вот и все. Бомбить что? Бомбить моему пердаку. На тему детей-то? Да. А, ну... Не, ну так-то никто, да. Делать что хочешь. Поэтому мне иногда трудно стремить с Глебом, потому что, когда... Ну, ты понимаешь, когда стримишь вместе с родителями, то... Так Глеб же это не... Я же мать, и ведет себя нормально. Нет, ну просто я боюсь как-то задеть человека своим... Своим довольно-таки агрессивным мнением, понимаешь? Иди посмотри Деград-отряд, который был у нас на Лимане. Боится задеть человека. Человек по имени Дарья Лудом обещает нам, сестры, хорошую работу в Арстоцке. Дай... Твою мать! Ладно. Очередная ошибка. Ну что теперь-то не так? Ее мать-то было бы пропустить. А, ну да, я нажал запретить въезд, хотя у него все было правильно. Угу. Ну и... Так, че? Миша не успел стартовать бесконечное лето, а ты его уже забухал. Не успел склеить пионерок, как уже в детстве, чем Мир Турдмай, пионерный ебай. Здрасте. Да, ничего не понял. Да, я тоже потерялший микрофон. Я устал, отдышаюсь за три дня. Десвор оф Майм больше раздражало, что персонажи впадали в депрессию и выпиливались. Да, убивая стариков, они могут, конечно, просить по морали, но их можно сдержать. 162, 82 килограмма. Мужчина, Восточный Грештин. Линдеформа. Томас Бориман. 22, 10, 34. Все правильно. Все правильно. Я уверен. Я на 150% уверен. На 146. Вопрос, можно ли использовать гиен вместо собак на границе? Ну, кстати, мужик, который идет после нее, ее, по-моему... А, извините, Дарри, он пропускается обязательно, да? Да, потому что он это... Ну, у него все правильно. Она просила его не пропускать, потому что боится за свою жизнь, но у нее с документами все в порядке. Мавиент Хагиарвич. А, просуроченный паспорт. Сухо. Пионер-вожатый занял соточку. Добрый вечер, товарищи. С такими... С какими модами собираетесь посетить наш лагерь Савенок и в каком составе? Состав ЧГКшней моды отсутствуют. Оригинал покажем. Заинтересуйтесь, попробуйте сами. Сейчас нам расскажут, какой есть охуительный мод, и почему мы обязательно должны его поставить, и почему мы придурки, если его не поставим. Привет, Жоржи. А знаешь, что самое главное? Во всем этом, Евгений. Что мне похуй? Не, ну, логично. В общем-то... А, Южная Корея. Северная практически не взаимодействует с внешним миром. Она торгует асбестом. Еще, по-моему, там что-то с ядерными технологиями связано. Нет, сейчас скажу. Не производство бомб. Вообще, самая главная отрасль Северной Кореи, это выбивание всяких этих дотаций. Насколько я понял. Будете американским миром пользоваться, чтобы во всех странах Северной Америки, точнее Америки, увеличилась популярность коммунистической партии, получились легкие союзники в Коминтерн? Да, почему нет? А потом просто европейцам прокатимся и всем остальным. Они-то думали, что вот Америка гарантирует им безопасность, а Америка превратит их в коммунистические страны. В коммунистов. Да. Все так хотят Арстоцку, как будто она находится на границе с Россией. Да. Нет, ну тут в основном воссоединяются семьи. Ну не только, не только. Кто-то хуй едет работать. И меня тоже удивляло, почему столько народу едет в Арстоцку. Да блин! Она неправильно ответила, я не посмотрел на стенограмму. Евгений, вы не правы, ведь можно научить ребенка гнать самогон и крутить сиги, и использовать детский труд по полной. Ебой! Как в Арстоцке могут быть бордели? Ну, это, по-черному, как еще иначе. Бордели есть везде, бордели есть и страны Арабского мира. Как и работорговля, знаете, до сих пор существует. Страны Арабского мира торгуют алкоголем под видом лекарственных мазей, хотя по шариату там за бухло должны, не знаю, что делать, что-то очень страшное, очень жестокое. Запрещено, в общем, да. Зависит от страны, наверное. Ну, да. Где-нибудь... В Иране я бы не стал пробовать это пропагандировать, что алкоголь это норма. Например, давай вспомним цивилизованную арабскую страну. Турцию? Ну, да, Турция. Я бы сказал, что я бы сравнил с Татарстаном, но Татарстан в составе России не считается. Ну, да. Но это республика? Ну, да. Независимая республика, да, точно. Блин, я только что нагибил себя на 5 лет, господи! Про независимость давайте проволчим. Не, ну, слушай. Ну, я знаю, в Татарстане достаточно много националистов, которые против присутствия их на территории России. И они хотят быть как бы независимыми. Как и некоторые сибиряки и прочие, скажем так, граждане. Нет, есть идеолог, короче, какой-то старый татарстанский политик, который ратует за независимость татарей, живет, разумеется, в США. Потому что, ну, в России бы его посадили далеко и надолго. Ну, вот так вот, да. Не, нациков, поехавших везде хватает, Евгений. Я тебе как самарист говорю. Ну, хоть я итальятинец, но самарный рядом, да. Ну, не сильно поехавший, но все равно это довольно-таки бредовая идея, которую он озвучивает. Насколько мне известно, там корни проблемы, это идут еще со времен завоевания Казани. Ой, вашей. Да ладно. Типа, мол, недовольны, не забудем, не простим. Куаку-куаку. Не, вообще есть, короче, такая шайка, как называется, Идаль Урал. Шайка? Что указать в бумагах? Которые ратуют за отсоединение, ну и при этом они угрожают всякими акциями. О, еще один Тарарюга. Бабах! Ах, нету еще троих охранников. Закаляючую рявкнул товарищ, которого я только что пропустил, но его документы были в полном порядке, я не при делах, ребята. А у него документы в полном порядке, это сюжетка. Михаил, скажите, с чего лучше начать знакомство с КС-2 или лучше обратить внимание на другие игры от парадоксов? А, ты, наверное, имеешь в виду не КС, а Крусейдер Кингс, а не как бы пишется КТ. Так, у меня... Я слишком много тупил, у меня мало денег. Придется... Хеллгаст, я не знаю, все игры разные. Придется не покушать один день. Ну и ладно. Клуб в Грештине, танцовщицы убиты. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Это как раз того Дарилу дома пропустил, и он, скорее всего, убил пару там человек. О чем тут говорят в Стопгейме, что собираются поднять мировую революцию? Не, просто обсуждаемся подряд. Это нормально для нас, Женей. Мы не под... Редакция... Не обязательно поддерживает идеи, которые озвучены ведущими. Что-что-что, Миш, передай своему сокастеру, что можно было этого парня спрятать в тюрьму на легальных основаниях, точнее, по письменному показанию свидетельницы, которая прошла через КПП. КПП. Ни хрена себе. Ну и ну. Татарстан России не считает, скажет чеченцам, дагестанцам, абхазцам и так далее. Понятно. Ура, наконец-то попал на стрим. Они слушают запись. Здравствуй, лесная мавка. Привет. Програщение Америки в коммунистическую страну это страшный сон любого американского патриота. Да, детка. Если хотите на эту тему что-нибудь почитать, ну там, правда, да, блин. Забыл, о чем хотел сказать. У нас это невозможно называется книжка. Она про приход к власти популиста-фашиста в Америке. Они свято не верили в то, что это вообще возможно, но это случилось и началась жопа. Интересная книга. Нет, все хорошо у этой дамы. В гости 14 дней Жене-Ари. Время правильное, все правильно. Надеюсь, город Юрко есть в калечии, потому что я забыл. Ну ты перепроверь. Так, слово было постоянно понятно. Я попометил. Чечня, сердце России. Продолжаем. Острые темочки. Знаешь, просто... Честно, у нас либо завтра с тобой закроют, Евгений, либо найдут дома не в том положении. Да, и название стрима было пророческим. Только мы не пройдем, а привяжем. Здорово, ребят, да, всем привет. И тебе привет. Карасик, так. Миша, опять я. И опять насчет партии в Харцеварен 4. Главный вопрос. Сталин или Троцкий? Сталин, конечно. Ты что, ты раскис, что ли? А из шпиком по голове не хочешь? Альпенштоком. Альпеншток точно, потому что... Ну, короче, ледорубом, да. Блин, мне так нравится ивент в Харь 4, когда Троцкий, короче, перебарывает этого меркадра и ледорубом его убивает. И потом объявляет, что Сталин, не дотянутся твои проклятые холодные руки. Не, ну мы можем на стриме как раз обсудить, почему необходимость была убить Троцкого, но это не важно. Почему бы и нет? Ну, первая причина это по-моему. Нет, не почему бы, там на самом деле много причин было, и они вполне объективны, то есть с точки зрения Сталин. Но мы это обсудим на стриме Хои. Да, сейчас не очень время. Общее правило обыскивать всех каличанцев. Думыш, а как звать этого знатока Двар Фортрес? Как звать? Евгений Баранов? Да. Я вообще-то ведущий сейчас. Я такой, вообще-то я ведущий. Не обалдеть, дожили, а? Офигеть не встать, да. Ай, писос? Я бы даже дорогу бы захотел, да. Так, ну у этого гражданина из калечия ни хрена при собой нет. То есть хрен есть, а больше ни хрена нет. Касательно того, что Татарстан не считается Россией, на одном из стримов два тролля зашли на стрим, один проключал Татарстан, не Россия, на что другой ответил Татарстан. Это Украина? Я помню тот замечательный стрим по Сио Фивз, да? Да, было весело. Отличный момент, я считаю. При этом выиграл консоль чувак из Чистополя, то есть из Татарстана. Да. Это на обкуп. Так, вас как свиней зарежут? Ну да, мы же русские. Или, Евгений, ты же по национальности русский? Конечно. Мы русские, не обманываем друг друга. Так точно. Я тебе как дагестанец это говорю. Ой, смотри, к нам трап пришел. А-а-а, неплохо. Да, написано мужской пол, женщина передо мной. И не сказать, что прям конченная уродина. Обалдеть. Как же мне обестили эти разрешения на работу? Да, не знаешь, что-то очень за подключием. Во-первых, это мужик. Во-вторых, да, это мужик. Татарстан, убили лимень, камень. Ну, все как обычно, да. Что-то я не понимаю, это считается, что мужик или нет? Потому что я писюна не вижу. Нет, это просто цензура. Ладно. Ладно, хорошо. Проезжай, трапик ты, родненький. Чемодан кумысы подвезли. Вы перепутали Татарстан с Казахстаном. Забанить срочно. Вот вывести в коридор прям и в затылок забанить. Слушай, а есть разница? Да ладно, мне до Казахстана недалеко. Там буквально от границы Самары до Казахстана. Там несколько километров. Так-то, условно. Кстати говоря, именно там же Оренбургская область неподалеку, да, как я понял? Да. В общем, это главное препятствие для всяких исламских радикалов, которые хотят объединить все исламские страны в единый полумесяц. Они хотят же и Татарстан включить в него. Оренбург этому всячески мешает. Оренбург мешает. Он прямо на пути этого полумесяца стоит. Это невероятно, правда? Кстати, Миш, по партии Hearts of Iron 4, если Евгений будет играть за СССР, то пускай готовится к тому, что с некоторой вероятностью на юге России восстанут офицеры, выговоря с Власовым. Да, да, да. Власовцы устают там на юге. Правда, это восстание почти безнадежное. Да, но это так, чисто. Если, типа, смотри, если бы оно во время войны с Рейхом случилось, да, оно бы имело место быть. Но, че все в игре оно случается. Они бы по умолчанию были на стороне, скажем так, Рейха. Ну, не то, чтобы на стороне, а... Ну, он же перебежчик, Власов. Ну, да. Вот хорошо, что недалеко Рейната, недалеко идти до тебя, чтоб пизды дай за шутки про Казахстан. Вассал моего вассала, не мой вассал, ничего не знаю. Ух, какие роскошные усы у джентльмена, который только что пришел навестить родственников две недели. Чувак из Калечи, тебе придется встать перед сканером. Люблю ваш острый стрим, и жаль, таким темпом скоро не будет. Будем стримить с зоны, че поделать. Да. А че, с мобила-то можно стримить? Главное, заряжать вовремя. И главное, как-то туда пронести. А, бомба, 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 у него бомба. Ты думаешь, там мобильников нет, что ли, на ките? Да я знаю, просто надо же как-то ее протащить, особенно если красная. А это бомба, по-моему, это какие-то шприцы. Какая разница, это контрабанда. Ну да, контрафакт. Спокойнее, друг. У меня тут безобидное лекарство. Угу. Десять кредитов? Совесть не купишь за десять кредитов. Зато Сизерен то Сизерену может дать. Ну да, так-то да. Пройдемте, говорят эти солдаты, молодой человек. Угу. Я частенько бываю в Казани и слава там и не пахнет. Вот именно. Я просто не стал сообщения до конца дочитывать. Я думаю, все, кто посмотрит запись на Твиче, и так это прочитают. И поймут, что там человек чем продолжил. Ну да ладно. Ааа, не успел! Успел, успел, успел протащить последнего. Там в последнюю минуту до шести часов. Обалдеть. Все, теперь можно не торопясь выдохнуть. Но за последнего платят разве после окончания рабочего дня? По-моему, должны. Не помню. Количе, Юрко. Данные паспортные, правильные. Симон Виттерс. Симон Виттерс. Какой-то... А я бы продался. Не, а там можно забрать деньги и драгоценности, которые предлагают, и все равно не пускать. Я вот так, например, делал, что это делал. Нет, нет, нет. Я не могу брать взятки. В смысле? Ты их просто берешь и не отдаешь. Это дача взятки. Я за правое дело. Стой, это подарок. Знаешь почему? Потому что ты не выполнил просьбу за этот подарок. Подарки должностному лицу это наказуемое деяние. Я должностному лицу, я не могу брать подарки. Стоп, а если ты его взял только для того, чтобы не дискретировать, а это... Сейчас скажу. Господи, блядь. Короче, ты берешь подарок и сразу же стучишь на человек, который тебе его дал. Блядь, мне в твитте уже написывают, что вы там на Татарстан не вожаете, еще и Казахстан путаете. Лена, ты че? Ну, ладно. А, ну вот, сын заболел. Прекрасно. Так, ну, ладно. У меня денег впритык из-за того, что я много туплю и долго разбираюсь с этими. Так. Вы видели краткометражку? Если да, то как вам? Я еще не посмотрел. Женя говорит, что прикольно, но раскрыты не все темы. Не дотянули, да. Да-да-да. Мы будем повторять это уже сколько? Три раза повторили? Около того. Это не последний раз. Это нормально. Мне кажется, что этому контрабандисту, который пытается провести оружие, следует фразе арсовского чиновника не подкупить, добавить Си-Фо-Джаха-Фо-Астос... Че? Я не понимаю. Пишите по-русски. А, типа, какой-то лозунг и взорваться. Все, понял, да, сори. А ты че вы на бусурманском пишете? Да. Может быть, вы шпион? Может, вы еще не отечественный террорист? Делайте теракты на нашей земле, только говорите по-русски. Так, я был в Казани, мне очень понравилось. Люди понравились, вне зависимости от нас принадлежности. Вот ОМОН был жестком. Ты и туда свои деревянные члены повез торговать доте. Сиди в химках лучше. Ой, неплохо. Соскучился я по этому делу. Да. Так, у нас тут первый дипломат, Это не взятка, это рэки твоими арстотскими. Да, так точно. Рэки твоими арстотскими. Да, я тогда все это должен задавать в, как его, в бюджет. Ну, как? В бюджет семейный? Не, ну, это уже, сам понимаешь, это софистика. Бюджет, государство. Я же работаю на государство. Не, ну, кстати, в Римской республике империи взятки были вполне себе даже узаконены. Я думаю, когда я скажу это прокурору, Ну да, он внимательно послушает. Он еще, он еще... Он еще ехидно спросит, а мы в какой стране живем? В Римской империи? Нет. Ну вот и все. Я для примера вспомнил. Дотя, не воспринимай всерьез, просто пошутил. Да я прикалываюсь. Я не тебе. Я Дотя, а то опять обидится про шутки и за шутки на Химке. Про Химке. Да, да, ошибка. Будь оно проклято. Чего? Соскучился по этому делу? В смысле, Миш, тебе за незаконное хранение бухла наведовался татарский ОМОН? Нет, соскучился по стримам. Имя ошибка, имена отличаются? Нееет! Пишут там в комментариях. Блин, там люди сильнее страдают, чем я из-за моих ошибок. Да, это просто, понимаешь, у людей, видимо, перфекционизм. Разве ты, они такие, видишь, что ты допускаешь ошибку, такой, ооо, сука, аж сердце, больно, блядь. Ну, мало ли, дочь, Они, наверное, сами пропускают до 30 человек в день и все в порядке, у них ни одной ошибки. За секунду. Я не спорю, что я сейчас играю не очень хорошо. Че, это же из Казани пошла шутка про бутылку и приседание у нее. Ну, так это была отсылка. Ну, да, из Казани. Так, весна, потому что в итоге-то все присядем. А, нет, рост. Хрен с ним. А, в Антегре есть город Глориан? Опять забыл. не могу я запомнить все города, всех стран. Увы, из-за этого трудности. Сейчас опять какая-нибудь ошибка, дурацкая. Михаил, вы очень смешно шутите, не могли бы вы сообщить место вашего проживания? Я чеченец, мне можно. Я умею хорошо шутить. Не могли бы вы записывать все шутки, да? Да. Женя рассказывает свою версию событий радостно. Че, закрутился до бутылки? Ну, как-то же раскрутить надо. А то, знаешь, это... О, тебе языки пришли. их нахер. Да, я не буду говорить инспектору, который надо мной, что пришли, иначе меня арестуют нахрен, я не хочу. Жень, да, 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 я как раз это в одной из концовок есть, когда ты этому инспектору показываешь эту записку, он не разобравшись такой, опаля, и давай я тебя на нары. Так, шесть месяцев, архитектура. Это неловкое чувство, когда живешь рядом с гибками. Причем, видишь, а повлиять не можешь, вот и больно. Ну да, я понимаю, о чем вы. Кстати, Миша, опять я про Харцов РН-4, снова помощь с СССР, в дополнение Waking the Tiger, у японцев есть решение испытать советы, которые они используют в 36-37 году, если Евгений не будет готов, то японцы могут развязать войну уже на этом этапе, пленув на Китай. Да, это я видел. Миша, мы когда сами ошибаемся, тоже расстраиваемся сильно. Да, бывает такое. Эх, перфекционисты. Есть такое, знаешь, нет, перфекционизм, когда ты его собрадаешь, он приятный, но я, например, не испытываю душевные сражения, когда не получается перфекционизм, господи. Но если получается, это замечательно, прям вообще, душа радуется. Работа, имя правильное, штамп-чарт, побери, не помню, правильно ли штамп. А деревянные члены доти без занос, надеюсь? Слушай, ну это хороший вопрос. Надо спросить, как он их готовит, там, знаешь, нужно уже вырезать форму, обшлифовать, морилочкой ее, чтобы цвет приятный был. Потом лаком покрыть, желательно, несколько слоев. По крайней мере, я помню, я стол собирал таким образом. Не знаю, что с членами, надо у него спрашивать. Точно, вот чуя жопой, да, ошибка. Так. Вообще, я считаю, что местные контрабандисты довольно непредусмотрительные, но, блин, как можно было не доказаться до того, что на КПП присутствует сканер. Спрятали в задницу с контрабандой и все. Да, довольно-таки тупые. Восточный Грештин, Кормандрекс, полумужской. Вроде все совпадает. Но это тот революционер, кстати. Я не помню, что будете делать со... Сухо! Закфер 94 занес сотку. Евгений, не лажайте, слава, Арстоцки. Да меня скоро арестуют за мою... потрясающее, фантастическое распиздейство. Ну, кстати, еще одна концовка, да. А что... А, ну да, точно. Так. Что будете делать со стримами, когда великую необъятную отключат от мирового интернета? Ну, у нас есть русские сервисы стриминга. Да! Там это... Эй, ребят, слышали? На Гудгейме можно миллионы выиграть. Ну, а это старые шутки из церкви, да? Так... Шутки на стриме бутылка эдишн, да. Мисак Тиба... Хорошо, все правильно. Сухо! О, Мишаня! Стой, гиена... Чего? Из казанского ГУВД! Мишаня, ботан, ты почему из запарка от нас сбежал? Ты думаешь, что... Сбежишь от меня, я твой гугут узнаю хоть где. Иди назад в родной запарк, тебя своя стая ждет. Ржать не могут без тебя. Блин, так грустно, на самом деле. Но я не вернусь. Знаешь, почему? Потому что ГУВД меня как-то немного смущает, особенно казанское. Нет, дочь, я пока не хочу в Москву. Потом, может быть, я присоединись к тебе в химке, но не сегодня. Да, ты, стекла тебе говорят. У, сука. Опечер. Блин, еще черт, да ладно. Да, да. Жена. Женя, вот ты тупишь, а у тебя семья голодает и мерзнет. Не надо так. Позаботься о детях, о жене, о тещах, о дяде. Я сразу сказал, что детей не люблю. Нехер было заводить. Зачем завел? Жена просила, да? Да. О, неправильные отпечатки. Ну, это много упрощает. Вот вы шутите, а потом нас посадят, как работать. Ну, да, да. Все. Все? Время 6 вечера. Катитесь нахер отсюда. Да. А листуют за фантастическое распиздельство. Дело в том, что Жене быстрее листуют, если ты отдашь инспектору бумажку с этой тайной организацией. Так совершенно случайно. Ну, да. Ура, кибергейм. Не, какой кибергейм? Куд гейм. Так. О, кого я слышал? Это же сверженный тиран всего стоп-гейма и просто дамский угодник Михаил Морец. Здравствуй сюда, я вернулся. Так, значит, сегодня мерзнут. Значит, мы их погреем, можно поголодать. Прекрасно. У меня это не клиндокопление, у меня просто выбора нет. Кстати, это не улучшай, если не готов платить больше за апартаменты. А что, разве не так? А, не, не, стоп, это тап вызов печати, господи, я думал купить новый апартамент. Ну, да, да, да. Апартаменты хочу. Да, сори, сори. Я перепутал, да. Хотя это вредь ли меня спасет. Не, а что, пробел и тап это очень удобные кнопки. Я прям херачил вот нормально так. Не, я сейчас вступлю по ряду причин не связанных с горячими клавишами. Так, кстати, мне что-то я читал. Это че у меня че-то перемотался резко вверх. Ладно. Че Миша и дамский угодник что-то заржал. Ой, иди лесом. Так. Михаил, а вам не нужен ящик из схемок бесплатно? Качественный товар из дерева с разными размерами и формами. Надеюсь, ты про винные пробки. Такие пробки, но невинные. Отличный был вопрос. Вы шпион? Нет, я охранник. Доти делает адовые дел. Доки берется, дуб режется, затачивается, чтобы не было занос потом у людей. Обычно их делают резинами, но это не про нашего Доти. Доти добавляют еще муки для вязкости. Каждый раз, когда вставляют, ну да, Доти проговорят, ух, блядь, аж обои откориваются. Ну вот, а я только настрогал. Потихоньку шутки про жареный суп уходят. Но иногда еще появляются. Они иногда появляются, но их все меньше и меньше в мире. Ну вот, теперь мне будут доплачивать за арестованных. Мне начинает это мусор не нравится. Да, кстати, неплохо звучит. Тем более, это еще и побыстрее, чем ставить штамп. Ура, попал на стрим. Здравствуйте, господа, всем привет. И почему нет трат на любовницу 1 и любовницу 2? Ну, вот так вот. Потому что тут денег нет даже на жену. Вы о чем вообще? Михаил, вы все вещаете через геймпад от PS4 или все-таки смазанный егерем микрофон заработал? Не проливал я бухло на свой микрофон. Там текстолит погорел. Ребят, он 6 лет пахал этот микрофон мой блюете. Купил себе новый. А что, разница незаметна? По-моему, даже вполне. Екатерина Херонимус это совпадает. Блин, ведь надо и каждую букву проверять. Ну да, вообще. Шутки про жареный суп национальное достояние России. Наш культурный код. Вот, блин. Ну, ошибка, конечно, город вытащен. Я забыл. Бастан же был. Что, все правильно же. Да, я видел обзор Дениса на... Точнее, обзор игры Супер Средукер. Очень понравилось. Смешно. Можно убрать члены из Схимок, но члены из Доти не все. Дед, но это уже перебор, я считаю. Какие-то уже жареные шутки пошли. Да, да. Казанский, я бы сказал. Когда кто-то цитирует пасту про суп неправильно, в мире один батя говорит «Ух, блядь». Не совпадают имена. Незаметная разница. Несколько раз навел, наверное. В современной России типичный рабочий на заводе умудряется содержать жену, детей, тещу и даже запорожец, а попутно кота и любовницы. Да? У нас явно разные знакомства в заводских работяг, потому что я знаю заводских работяг. Им приходится выбирать жена или любовница. И сотратишь на одну, на вторую не хватает. Это вместо отпуска приходится оплачивать. Я уж не знаю, у вас какой-то у вас райские условия, наверное, в Москве живете. знаю, как это называется. Россиянин маминой подруги, во. Да, да, да. Миш, тебе сильно не хватало на стримах? Спасибо, ребят, я даже скучал. Стоп Гомера, вы никогда не думали, что как бы вы могли разбогадеть, если бы делали продажные обзоры? Могли бы, но тогда в чем наша ценность была бы? Нет, у нас есть, конечно, платные видосы, но они сразу говорятся, что они платные. И за платные видосы не ставятся оценки. Начнем с этого. Вот именно, да, оценок там нет. Это самое главное. Никто никого не обманывает. А неправильные цифры сейчас кого-то арестую. Ебой. Гален Былсин, пора в тюрьму. Ну да, кнопку проверки можно использовать, чтобы самому не проведять все. Это самый простой способ, я считаю. Ну, типа там, на пробел хуячащи все. На пробел и это, ну, потом выбираешь несоответствие. Здорово, Орган Фенингс. Так, смешал такие две шутки. На этом моменте какие кому документы отдать, чтобы сопротивлению помочь? Да, кстати, я тоже запутался. А там на бумажке написано, но мы же не будем помогать сопротивлению, мы будем это, Арстоцку поднимать с колен. Какие кому? Я запутался просто. Какие документы кому? Которые просили передать, или которые не просили? Чистые, чистые, чистые давай. Правильные? Да. Не, не, стой, документы же сейчас скажу. Господи, в любом случае я уже отдал, неважно. Там одни документы убьют человека, если я не ошибаюсь. Лучше правильные отдать, да. Ну что, проехать сэксшоп вместе с дотей я вам название придумал. Кошерные члены, ага, сэксшоп горит топорада. Недавно пересматривал уже карты деньги, два ствола. За что вы нас так любите? Я вот прям... Как тебе такое, Барри? Очень мило, Гарри, а что это такое? Не строй дурака, это для того, чтобы бить по заднице. Клевый фильм. Так, теперь мне сейчас тут и взятка лежит, блин, можно я как-нибудь ее отдам кому-нибудь? Я не хочу получать. А она у тебя в конце дня заберется. Корман Дрэкс напис... Ух ты, блин, у вас тут вообще какое-то полное несоответствие. Не, ну фотография же другая, ну вать Маша, ну хорошо, ладно. Совершенно другое лицо, но сканер говорит, что все правильно. Вот в СССР с соседями было проще, шумит сосед, отправляешь на него нанимный донос. Да, из соседа нет. Ха! Та-ты-та-та-та. Рабам в СССР не нужны, то сдаем. А Корман Дрэкс это... Да, которому нужно отдать это... Пакет. Отдай ему второй пакет. Да. А, но он не отдается. Нет? Ну тогда отдай бумажку из-за бейтчет. Ну, которая с символом эзиков. ну да. Ну, по-другому там, по-моему, не получится Ну, всё, я про... я нихера не читал, мне пофигу Я не хочу с вами... А можно его, по-моему, арестовать там, типа? Ну, даже документов не дают, и, в общем-то, повода не арестовать Хотя, на самом деле... Ну, короче, ты просто убери её в угол и не парься вообще Тебе это не понадобится, если ты не хочешь Эзиком помогать Чё ты врёшь, то что ты? Продажные обзоры, да тут у нас Саш Кос просто бесконечно льётся уш от говна в продажности Когда-то оберётся за кот и ставит изюм Саше просто нравится изюм Ну, в смысле, это кот? Сори Человек совершенно искренне обожает эту серию Вы можете с этим не соглашаться Ай, спасибо, Сильверкир Да Так, я чё-то пропустил, у меня чуйка на это Я не ошибся, охренеть, нету ошибки Левый косячный, левый, по-моему, еще роду, там он понятный Какой канал игровой тематик, по мнению Стопгейм, самый худший? Чё? Зачем? А мы оцениваем каналы чьи-то, я не знал Так, а что она сказала? Цель визита Транзит, пару дней Чтоб хрен попадёшь Правильно Правильно Насколько гиены с 10 фильмов? Ну, я бы не гиенами его мерил Просто фильм охуенный Эджгэй Рич Ожидается ли еще влет на стримы по Принц Перси? Не, я просто это бухой был, поэтому и влетел Два дня, Транзит Лорн Дасс есть? Будете ли стримить Сидж? Но мы с Евгением вряд ли А Денису простоледний, насколько мне известно Лучше у Дениса спрашивать про такие вещи Он же у нас заведует Сиджем Я в нее играю так чисто фуфан И то давно уже не заходил, поэтому Вот так вот Я не заведую Сиджем у нас на канале Пропускной пункт Что не очкастый ты пидор Не пропустим Абгенем Аббасын Всего словарствовать Интересно Да, интересно, что там солдаты делают Так сказать Может именно то, что сейчас озвучили Так, ну вроде все правильно Так, литатура Ну, разъясните-ка мне про офис Ханты Мансийские Я ничего не разъясню Я не был вообще в Стопгейме Ждем вас завтра в 6 часов утра Напоследок Я крикнул в пустоту Кого-кого, агаэрич Простыл Так, голод, значит можно не топить Да Не, в смысле Сыну достаточно Не, не, не Да, ему достаточно до дня, чтобы заболеть Поэтому отопление ты должен поддерживать А продукты можно через день Вот И еще на лекарства придется потратиться А Ну да Теперь да Вот теперь да Слушай, я почему-то раньше как-то срабатывал Короче, не кормить Кормить через день Вот Потому что еда дороже всего Потом когда тебе еще девочка приедет А, да, да Которую нужно будет спасти Да, да, да Но ведь я могу ее А, нет, там же нельзя не принимать Побыть А, да, она просто тебе приедет и все Ну, слушайте О, ты же Если что, я ради Арстотски всю семью заморю нахрен голодом или морозом Не, я говорю тебе Через один кормить А отопление можно оставить это На постоянной основе Кстати, никаких подвижек не наблюдается по порнологам Не, порнологов не будет Тематика не там Я интересовался у Глеба Мещерякова на эту тему И он сказал одну вещь Мол, типа Если это будет соответствовать игровой тематике То я вам пропустил Но такие решения принимает не Глеб Ну мы что, Канобу Порно рецензировать? Блин, ну Давай не будем развивать эту темочку А то мне уже что-то захотелось Я не хочу Оскорбить Канобу А я не хочу обсуждать порно Потому что это все скатится Просто к тому, что Канобу Она вообще все виды медиа Уже обозревает Уже и рэперы И музыка И Навальный Все у них А Стопгейм Строго игровое Чуть-чуть кино Копейка Что за игра? Но под стримом написано Пейперсплиз И даже что в названии Пейперсплиз Это симулятор жизни в России Я что-то не понял Ну типа того, да А что если никого не пропускать Вообще выгонят с работы? Так мне инспектор сказал Похоже, доверять И лотерея была ошибкой Вот вредина А что если это я ответил? Да, Миша, ждешь фростпанк? Я хочу поиграть в фростпанк Но по-моему Обзором занимается Глеб А не я Эх Ведь можно обозревать Порнопародии и порноигры Но они все какие-то говяненькие В смысле Не очень глубоко геймплей Тебе выдали уже этот Total War Новый Который Какой? Спин-офф этот Про Британию А он что, выходит скоро? Уже довольно-таки Так, секунду Серьезно Просто мне уже дали ключ Но не здесь Я понял Я понял Сейчас, секундочку Как он называется? Британия? Я тоже не могу запомнить Кстати Тронс Британия Да И выходит 28 Чего? Нет, это не то Фух Я че-то Так, он выходит 3 мая Слушай, надо будет спросить Сейчас я напишу Глебу на эту тему Ошибка пол Ну понятно, че Давай я после стрима напишу на эту тему Я открыл себе вкладочку, чтобы не забыть Че-то я прям озадачен Что только что произошло в игре Да мы кого-то пропускаем, кого-то не пропускаем Все нормально Нет, я не уйду Ну, уйдешь тогда с этими С товарищами-лейтенантами Сейчас вы познаете Гнев тигра Давно новый микрофон Со следы И далее прикладом по башке Тигр оказался не очень усилен Зачем платить за отопление? Пускаешь деревянную мебель на дрова И разводишь в квартире костер Цитата Ленина А этот из мякиша можно сделать, да? Хлеб Ой, в смысле, из хлеба, да Из хлебного мякиша Не только посуду Можно еще и декор сделать для дома Из мякиша Можно и этого слепить Женщину из хлебного мякиша Долго ей пользоваться не получится, мне кажется Зато потом ее можно съесть С дополнительным соусом Какая, блядь Отвратительная стрима Затупилка много А вы говорите порнологи Нахер порнологи нужны, когда уже такое есть Транзит, два дня Патрик Корсонов Господи, какую ряху наил Патрик Корсонов Ой, блядь, я убираю Кстати, я правильно указал? Халечие же Да, западный грешник Все правильно Дилинар нам сотку занял Смотрели ли вы пятичасовую тираду Зулина О Деилл Визина Это лучшее, что я видел на русском метабе За последнее время Имхо Нет, я не смотрю Зулина Где-то со времен Года 2009 А кто это такой? Это там Один бородатый Гривастый Говнарь Не в обиду В том плане Что Ну, он как нефор выглядит Вот А я сам был нефором Поэтому имею право Так говорить Ну да, только нигеры могут называть Других нигеров нигерами Нига Нига Почему Женя пропустил Гитлера? Почему у Гитлера женский пол был? Где вы? Че сразу Гитлер-то? Так, погодите Погодите, погодите Все правильно Когда я говорю все правильно Это значит, что я точно допустил какую-то ошибку Да, конечно, ошибка Ну, ошибка именно Ну Блин Кажется, концовка будет другая Только с магазина вернулся Роскомнадзор Забавил банковский терминал Сбербанка Пришлось расплачиваться с наличкой У меня, кстати, все нормально То есть я сегодня оплачивал Карты и продукты в магазин Ну, у меня тоже вроде Пока не было таких проблем Отпечатки не совпадают Пройдемте С товарищами Лейтенантами Нет, че-то я совсем это Ослабел Люди все еще продолжают говорить про секретный соус Угу В хлебной женщине На Зулина гнать плохо Я не гоню на него, как на обзорщика Или на кого еще Я говорю За лук его Вон Что, ну выглядит как говнарь Прямо как я несколько лет назад Сколько там это прошло уже Лет шесть Семь я волосы свои длинные сбрил Так я тоже был Главный хлеб Ну так ты все правильно сказал Да, граб Я полностью с тобой согласен Что все правильно Ммм Кто-нибудь подарите Михаилу женщину Народ У кого-нибудь есть лишнее Ммм Ну, такое Да, тут только хлебное И хот-дог такой Гигантский И то я сам могу слепить Много хороших обзоров Ну ладно А потом Ленин вылепил Из мякиши Крупскую На теремщики не вошли И не забрали ее И Крупская оказалась черствой Мне тоже по сберу Не могли деньги привезти Ну, короче, русском позор Как всегда Ой, как вы сейчас Не начали континенты проваливаться В магму Да, да, да Там тиктонические плиты Прекращают сходиться Потому что Роскомнадзор Заплакировал С каждой день тиктонических плит Звезды перестанут двигаться И все мы замерзнем И умрем Да, а потом наступит Тепловая смерть вселенной Да И она не схлопнется обратно Да е-мое А замерзнет в одном месте Нужен ответ на вопрос О цели визита Ну, он же просто оговорился Сто процентов Что оговорился Ну, оно же так Проверяй все Что ты, что ты, что ты Я знаю Просто несправедливо это Как ее В фазе Не надейся на это Я так это просто Пока не планирую Моя карта вообще была В максимальной зоне риска Но пронесло Лаканул Че, paper split Scream by edition Так, давайте Завернем в эту темочку Да, а то Че-то это Раздухарились мы все Сильно Че-че, а если интернет В России сделать Как в Китае То с других стран Вас можно будет смотреть А я не в курсе Как это работает Ну, как в Китае Я просто на китайские сайты Не захожу Кроме Алиэкспресса И все Катя не потерпит Конкуренции Ой, да Катя все равно Как и мне Геннистора Правильно Имя правильное Все равно Ведь Это самое За это мне уже Не заплатят А играли в This is the police Если да То закламано Я лично не осилил Подобный игровой процесс Как и тут Довольно быстро Надоедает Хоть сюжет интересный был Я играл Но не допрошел до конца Не знаю Мне очень понравился сюжет Мне тоже Ну не сюжет Мне в целом Геймплей понравился Я любитель такого Микроменеджмента Геймплей тоже приятный Огорчает лишь одно Что это не рандомно То есть все это Отрепетировано И Второе прохождение Будет точно таким же Как первое Ну да Ну знаешь По мне так даже лучше Но история там Просто первый класс Кстати там Бывший игроманец Трудится над этой игрой И над второй частью тоже Так ладно Сегодня мы кушать Не будем Пойдем спать Кража в министерстве въезда И этот человек Стоит на страже Арстоцкий Товарищ Нарец И увидит Позор наше страны Ничего пускай остается Понабрали по объявлениям Сами виноваты Конечно Но пока он справляется Нормально Система не ошибается Даже если такой Дебил Как я Столько если системе угрожают Вот тогда она Ошибается Но быстро ошибку устраняет Расстрелом Ха Так у нас теперь Неправильные документы Стали ходить 90 дней А вот неправильная печать Причем она такая Палевная Господи Какая она палевная А есть менее палевные Потом появляются Да я знаю И это самое херовое Когда там Просто буквы не стоят Или еще что-то Орда или Альянс Я не буду выбирать Но я знаю точно Что Орда Сосат Тоже мне предложат Два стула И выбирай Да Жоржи вернулся Здорово Мужик Заходишь Такой В туалет Со своим делом Пытаешься Не как Роскомнадзор Заблокировал Да Китайские сайты Можно смотреть Из других мест Ну окей Скупаем весь хреб В области И делаешь женщину Под свой размер Ага Двухметровую Эх Ну что Наконец-то Жоржи добыл Хорошие документы А все ли Разрешение Транзит Там разрешение На работу Не нужно Паспорт Правильный Фотография Правильная Не просрочен Въезд Двадцать седьмого Все вроде бы правильно В этом и прикол Что ты понимаешь Что он Преступник На самом-то деле Но приходится Его впустить Ну да Бюрократия Евгений А значит Советуйте Допройти сюжет Стоит того Ну вот Тебя спрашивают Евгений Лишь допрошел То есть Стоит сюжет того Что пройти Стоит Ну Правда Ну геймплей Явно не понравится Всякому И стиль Этого Картинки Там Не всякому Понравится Он как Как по мне Слишком прост Ну прям Это Ну вы поняли Азерот для хуманов Айронфордж для дворфов Орда Сосат Правильная ли печать Печать правильная Разрешение правильное Пол мужской Фотка совпадает Ну давайте проверим Что именно Я сейчас Проворонил Ничего О, товарищ лейтенант пришел Что ему нужно? А, это Денежку Денежку Премия неплохая Платить сразу Правда он отдал не все Ну да, честь Но он потом отдаст Не парься Четырмград не виноват Давай, давай Иди уже Время идет А работа стоит Это ж не армия Это ты в армии служишь А я-то Должен Что-то делать полезное Вот бы получил Прикладом по лицу За такую шутку Ну я думаю Мог бы, да Весьма, весьма 164 Овин Сандовский Фордеста Район такой Есть Это я помню Печати тут нет На документах этих Ну Все правильно Ой, как хорошо Гнорировать все сообщения Про Вов Ну ты так прикольно Просто Смотришь, чатик Там так пролистывается Арда, сосад Альянс, сосад Все сосад Мамку ебал И так далее Знаешь, что самое забавное Во всем этом Что перси у меня есть Как за Рдут Так и за Альянс Ха Ну классический тролль То есть в другой среде Ты можешь это Не, просто мне все равно Альянс, сосад А, ну так даже лучше А, то есть ты все-таки Ордынец, да? Да мне пофигу Не, просто Про Орду мне нравится Все больше Агро Больше ловишь Да? Да Ордынцев побольше Хочешь мясо А ты это Ты прямо исследование Проводил, чтобы Получается Что это? Это просто заметно А Инкю Импор Так, а инкю Да, я в курсе Что Близиро Раздает 7 дней Игры бесплатно Для тех, у кого Подписка неактивна Давно Я вообще думаю Брать, не брать 7 дней? Ну да, типа Вернись Посмотри, что мы добавили Ей 7 дней, конечно Для старых Для старой гвардии Которая давно не заходила Это прямо очень щедро Целых 7 дней Опять сосат Чат живет Миша отдыхает И только Женя стоит На страже Арстоцкий Ну да Сразу видна иерархия Ребята, я так устал Вот серьезно Я прям Упарился сейчас Еще у меня ошибок Кучи И все равно Я дьявольски устаю Блин, это не стрим Это работа какая-то Такова игра Надо проверить печать Но Нет, нет, нет Печать правильно Я помню Я Ай, нет, все равно Проверю К черту Печать правильная Твою же мать Даниэль Мачувский Работа 6 месяцев До такого-то числа Шинглтон Шинглтон же есть В Объединенной Федерации Есть Зря смотрел Ну, значит, ошибка Будет в чем-то другом Ух Чем вот бы нашим пограничникам Платили за пропущенных людей А то на границе 10 машин А стоишь 4 часа Ну Знаешь, если бы Они бы не пропустили За пропущенных, я думаю, пропускало бы Да Больше Ну, верни бумажку и забей Проклятые партизаны Мы не поможем языкам Арстоцка будет стоять Как колосс На чугунных ногах Да Миша и Женя Что думаете про третью Диабло? Ну, я ее прошел разок И хватит Ну Прикольненькая Но Недостаточно мрачности Как Помню Мы с Ваней Лоевой Мы это обсуждали Я, вот, знаешь, что В Пэдвэкзайл Лучше поиграл У меня друг есть Который Постоянно ее стримит Очень много Ну, его смотрят Человек 10 15 Ну, понятно Ну, он в субботное время Так Ну, понятно Я раньше так же делал Те, кто кричат, что Кто-то сосат Позор своей фракции Ну, я за обе фракции Так что обе фракции Позор Я нейтрален Получается Разрешение на въезд Да, правильно Разрешение на въезд Если идея застремить Мультиплеерный мод Для Моровинда Слушай, недавно Штема такая была Какой-то чувак Решил скачать Обливион С рутрекера Да И скачал его Случайно С подборкой Сексуальных модов И в твиттер Постил такую Прям стенограмму Того, что там Меня выбыла Крыс Мне выбыли Коблины Там есть Своя гильзия Шлюх И так далее Я просто сидел Я орал Как собака Со всех этих Стенограмм Я тебе могу скинуть Мне это знаешь Что напомнило Когда Вышла пубка На мобилах И все Постили Блин, я так хорош В пубке На мобиле Блин, смотрите Сколько фрагов А там в первые игры Короче, ботов Против тебя ставим Чтоб тебе легче было И очень многие Попались на этом И некоторые из них были В том числе Игрожуры Ладно, я имен Называть не буду Вы, наверное, сами Слышали Догадаетесь Так, печать Кстати, о стримах Миша, когда стримы По лиге будут Или все уже закончилось Я года два В лигу не играю Вы о чем? Когда стримы По лиге Я стряжу за обновлениями Но не играю Такой безапелляционный вопрос Короче, как будто Ты обещал Стримы По лону А я не обещал Герал так гигиенок Должно Да, гигиенок Не собаки Гигиенок Кружкообразный Если не ошибаюсь Как медведи Псообразный Дар эцик Я им помешал Блин А они мне дар Короче дают Мешки на своей странице Я тоже хочу почитать Ну после стрима Если не забуду Да Дупой сын опять болеет Он походу болеет Если не кормить Слушай Короче Да, деньги от эзиков Не бери Не бери Я знаю Посадить Меня за этот Такой хер деревянный В задницу засунуть Что я Ничего уже не вспомню Так Я забыл Кстати Макрокоманда Для инструкции Что это значит Макрокоманда Для инструкции А там по-моему Можно как-то переключать Будет сразу В эти страницы Инструкции Я не помню Самое полезное Это тап и спейс Все остальное Я уж не помню Нет Ну по документам По этой книжке Я с трудом Ориентируюсь До сих пор Добро Да Вот в Пой Надо бы сходить Да Пой Клевая тема Но там тоже Под конец игры Там То лютое начинается У Бекона Можно спросить Он прям по этому Угорает люто Следователь ко мне пришел Не давай ему бумажки Ни в коем случае Нет Он тебя заберет На самом деле Это было бы правильно С точки зрения Да Ну так Сразу посадить Тогда стрим Сразу закончится А у нас еще полчаса Ну может чуть больше Все равно После нас никого нету Насколько вы могли Заметить Например ребят Поэтому я пойду Дальше играть в Хои И тестить Америку Коммунистическую А ты Евгений Чем будешь заниматься Я не знаю А может Энглос Ледженд Давай стримак А Чё Примесет Ну смотри Ты будешь играть Я буду играть в Хои И там поглядывать комментарии А чё Смотри После нас никого нету Завтра В воскресенье Я иду на концерт К вечеру И в принципе Выспаться успею Так что Вайнот Блин Только надо как-то Проносить это дело Да перезапустим И всё Я думаю В группу В Кине Дженни Если чё Так Ребят вы хотите Продолжение стрима После этого Или как Или как Мнение в комментарии Большинство побеждает Давайте Жду Играли ли мы В Дивинити 2 Евгений играл Я так и не удосужился Ни одну пройти Дивинити 2 Ну играл Конечно Я обзоры на неё делал Котовались Да всё правильно Всё правильно Неофициальный стрим Похуй Не ребят Давайте Эндус Левдин Похуй Я пока готовлюсь Потому что я Типа ещё Не знаю Как там получится С коммунистом Опять ошибка Слушай Нет Я не буду ничего Стримить сегодня У меня У меня башка кипит Да Всё таки Ну давай Я чё не запущу Тогда после тебя Ой Блин Я вот прям Чувствую Как у меня Чё-то там Закипать уже начинает Ну хорошо Евгений Тогда я с чё Соло запущу Чё-нибудь Сейчас придумаю Да можно Туже хойку Будем тестировать А потом уже Это В понедельник Запустим Ставлю нормально Обзор на Опять Ложный ответ Что за хоя Ребят Хоя Это глобальная Стратегия Про Вторую мировую Тирание Кондурных Кард Да Так Ну этот Насколько я помню Правильно Потому что Он даст мне Сейчас этот Как их Билетики Чтоб я Раздавал Эти Инженерам Ну ты сейчас Думаю Это считается Взяткой Или нет То что я буду Помогать им Заработать Нет Это дополнительный Заработок для тебя Прямо Прямо Потестировать Как будет Америка За коммунистов Я уже Там Ввязался В войну С Японией И мне Ну уже Начинается Разгон Пять кредитами Пять кредитов Пиздец Просто Пиздец Я невероятно Не нервнусь Давай Я пока Покурю Я знал Что буду играть Очень Очень Плохо Я не думал Что настолько Необходимо Ой Ну спасибо Друг Ты мне так Работу упростила Обычно бывает Как Спрашиваешь Разрешение На въезд Он говорит А вот И получается Он просто Потратил Твое время Просто так А у него Есть разрешение Нет Нету Поэтому я его Отправил Подальше Но у меня Все равно Сегодня Штраф И скорее всего Не последний Штраф Юрко Калечие Паспорт просрочен Какое счастье Как все просто Обожаю Такие ошибки Пока Возвращайтесь В следующем году Не на самом деле Тебе правильно Говорят в комментариях Знаешь на тему чего То что мол На стримах Плохо играть Это нормально То есть ты отвлекаешься И так далее Не вообще Да это так Но Пеперс Плис Очень раздражает Как вот эта вот Штука вылазит Со штрафа Она невероятно Потому что ты понимаешь Что Блядь Семью Кормить Там продукты Не куплю Отопление Больше того Она Всегда Неожиданная Хотя ты Вроде ждешь И вот Появится Не появится Появится Черт Ты бесишься Сидишь Это так Так Злит О боже Каждый раз Как в первый раз Невероятно Мац Исаксон Инкё Инкё Это разве В импории Да В импории Ну все правильно Значит Это закладки Кстати На этом Закладки Ага Нарушаем Товарищ майор Я его спалил Ну и те макрокоманды Слово-то макрокоманды Господи Просто закладки Закладки Эх ПМЖ Импор Хайхант Тут правильно Печать Правильно Как штрафы Так сразу Сука лезут А как зарплату давать Только в конце дня Ууу Сука Ууу Сука Не ну вроде Правильно Ну все Марийцы сагрин Точнее Марийка На тему Ёшкаролы Кто-то сказал Ёшкарола Между прочим Я очень долго Покупал мясо Ёшкаролинского Мясокомбината Хорошее мясо Жаль что Его лавочку Вытеснили Смешные цены А мне Это Все сыр советовали Оттуда попробовать Я как-то и не решаюсь Лицо не совпадает Что это такое Что это значит Ой А еще один террорист Ну слава богу Закалечу Он же инженер Визиточку надо было дать Тебе говорят Ну это не последняя ошибка Которую допущу На сегодняшнем стриме Ну да Ну нет тебе Это тебе за это Штрафов не накину Просто ты не заработаешь Дополнительно Так Говорят тушенка Топовые из ежки Да А я халяль обычно беру Тушенек Баранин например Да Халяль Ну она такая знаешь Зеленая и там написано Халяль Нет я знаю что такое халяль У нас половина продуктов Халяльная в татаре Просто Халяльную лучше не брать Обычно там Фарш берешь Он с клювами Какое-то Мясо какое-то Жидкое У нас вообще Замечательная баранина Не я именно баранину Беру тушенек На вообще огонь Может мне просто Очень не везло Может быть Так А где ежкурала Наш Сибири Республика Мэри Эл Из ежкурала Апсент Хорошие говорят Да Проверено А в Татарстане Делают виски Называется Ее Клубер Проверила И кстати Этот виски Не такой уж Плохой Лучше чем Белая лошадь Лучше чем Большинство Дешевых Вискарей Которых У меня продолжает Твиттер писать Ежкарала Красивый Чистый Город Если никто Не будет Мусорить Ну так Про все Можно сказать Простите Меня Процедура Въезда Будет Ужесточена Господи У меня Так Голова Болит Хватит Оливки Просто Обалдеть Какие Хорошие Да Значит Я тоже Люблю Оливки Парка Города Но это Очевидно Теперь Должно Быть Описание Внешних Данных Иностранцев О боже Мой А Раздавать Тем У кого Машина Строения Но мужик Сказал Что Это Не Совсем То Что Он Просил Короче Должно Быть Написано Инженер Да Транзит Пара Дней Вес Совпадает Рас Совпадает Прическа Кары Господи Я Не Разбираюсь В Прическах Че Впервые Слушав Что Стримеры Знают Про Эту Дыру В Которую Я 18 Лет Живу Откуда Вы Про Ёжку Знаете Ну А там Как бы Знакомая Живет С которой Мы вместе Хуячили Абсент Недавно И она Приезжала В Тольятти Здравствуйте Да Не Ну а че Такого Я ж Карола Недалеко От Татарии Типа Знаешь Кто-то Думает Когда я Произношу Город Тольятти Кто-то Думает Что Я живу В Италии А это Самарская Область Это нормально Ну да Бывает Что Думают Когда я Говорю Про Татарстан Что Это Где-то Там Далеко Далеко Да Что-то Ближнево Какой-то Пара Месяцев А по факту Ты просто Волосы Какие же гены У нее пучок Ладно Похеру Два часа В Казани На машине Но да Елена Апосл Один год Так Так Республия Бастан Погоди Четыре часа Говорят Да Триста Сорок Километров Примерно Четыреста Грубо говоря Чует Моя задница Что там Ошибка Но Я Я Я Тороплюсь Если Я Я слишком Тороплюсь Вот Когда он Говорит Это была Просто Точная Ошибка Вот Прям Да Да Я Наконец Нашел Ту Закономерность Какой Виски Тебя спрашивают Бальзам Бугульма Нет Йод Чойс Так Называется Виски Серьезно Да А Бугульма Кстати Тоже Неплохая Вещь Я Помню Как я В поезде Распивался Каким-то Незнакомым Деть Срочником Да Не Просто Немножко Ватноватый Который Ехал К семье Там Куда-то В Москву Не Я Из Москвы В Тольятти Ехал Со срочником Каким-то Нормально Посидели Пивка Попили Поболтали Ну Это Хорошо Причем Не буйный Так Спокойно Парнич Отслужил Домой Приятный Собеседник В пути Это Всегда Хорошо Тольятти Да В честь Пальмиры Тольятти Назвали Арест А Нифиг Я ж тут стою На страже Закона Моей Любимой Страны Родной У меня в Самаре Родственники Живут Я и сам В Тадастане Ну У меня в Самаре 80 км Где-то Арон Малевди Вес Не совпадает Ну Хотя На 4 кг А че Он сайт Не висит На главной Серьезно Ты же Вроде Ставил На главной Месяц Стирани Не Да Ну Значит Ну Видимо Забыли Ну Вот Нахер Мы На главной Печально Эх Так Погоди Ну Ну да Мужик Вроде бы Вторичных Половых Признаков Женщины Я по крайней мере Не обнаружил Ну Потолстел Чуть-чуть Да С кем Не бывает Восточный Гречтин Блин Ну Вопрос Вроде бы Правильный Не Слушай Там Если разница Небольшая Тип 4 кг Я бы Перепроверил Все-таки Разницу Веси Потому Что Могут Доебаться Могут Но Не доебались Не в этот раз Ну Все равно Знаешь Лучше Перепроверять А Полтора часа Весили Все Понял А Это Помню Этот прикольный Тренер Который Баннер Мне сейчас Дает Я могу Его не вернуть Да Сейчас Сейчас Только Висят Не Ха Главную Страницу Узурпировать Месяц Борьбы С тираней Стримов И Нарин Максим Максим Я не думал Что ты Станешь В оппозиции Против Меня Ты Был Мне Как Брат Ну Теперь У нас Вымпел Может Висеть Ура Так Разрешение на работу Есть Это Есть Работа Продолжительность Визита 60 дней А Мне Объясняют Что Короче Что Мол Типа Ёж Карала Красивый Чистый Город Если Никто Не Будет Мусориться На улицах И парках Города Это Текст С громкоговорителей По городу Типа Локальный Мем Такой Во как Нихера себе У нас Кстати Громкоговорители По городу Включают Только В случае Проверок Там Ну Теста Сирена И так далее А у нас Она не работает Как думаешь Машиностроение Можно выдать Карточку Эту Визитку Наверное Да Не знаю Вот чего в толк Не могу Не возьму Ладно Всякие там Платформеры Но в этой игре Нахуя было делать Графон из 80-х Если она сделана Чуть и не на движке Поверпоинт Блять Это Максим Ее делал Один человек Я бы на его месте Не заморачивался Ложный ответ На вопрос О сроке визита Ну Ну вот Не переспросил Что Что Страф Вот так вот Проверь тысячу документов Так Работа Один месяц Хорошо Джозеф Сидельков Продолжаем Просто в твиттер Справить Любим я по-татарски Раз это так Неизмежно Как будто Я вся в чак-чаке Ласкай Мои Почти Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Вот я из-за этой шутки точно проебался. Нет, в этот раз не проебался. Фух, нормально. Все, хорошо орать, время уже ближе к 11, надо прекратить. Сейчас как орать, 62 килограмма, 164 сантиметра. Что-то она как это, на пару недель, полный кошмар. Транзит, да, 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 да. Сильвия, как ваш, как мать вашу зовут? Буката, во. Так. Так, калечие. Хороший сегодня был стрим, мне прям очень понравилось, да. Давненько так, не орал. Фух, спасибо вам, ребят, за то, что вбрасываете и в твиттер, и в чатик всякую годноту. Прям, да. Рост тебе, говорю, проверь. Ну, рост 100, 164, поздно я паспорт отдал. Ну, нет, стой, 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 а, отдал. Ну, все равно успеешь проверить рост, и типа такой, э, стоп, такой. Давай, перепроверь. Поздно. Ты отдал табель, да? Да, хури, штрафом больше, штрафом меньше. Ну, ладно, ладно. Ошибка роста, ошибка отпечаток, ошибка, 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 ошибка. Так, я так понимаю, на музыку бюджета разработчика не хватило, но вы все равно не включите музон зрителей, потому что, потому что это клевая музыка. Так, ребят, Максим немного не понимает сути Papers, please. Объясните им, пожалуйста, что музыка здесь охерительная. Только она одна. Пускай, что одна мелодия. Она у меня весь стрим сейчас играет просто из ВК, потому что она охуенно. Она замечательно отражает суть творящегося в игре. Миша, а ты когда-нибудь терял друзей из-за смеха? Нет. Когда-нибудь наберется 10-часовое видео, где Миша смеется, как Гиеда. Ну, если маэстро смотрит, или кто у нас еще есть из этих экспрессников, я просто как маэстро знаю. В общем, если кто-нибудь из них решит нарезать и собрать, я думаю, когда-нибудь наберется, да? Ну вот. Арест. И мне за это ничего не дадут. Какая досада. Вайлдер еще. Ну, хорошо. Да, сын болеет из-за голода. Но, в принципе, это выгодно. То есть там 5... 5... Да, у меня нет 5 долларов за штрафов. Ой, ну, значит, он попадет еще и завтра. Опа, опа. Реклама, которую нам не проплатили. Ну-ка. Улетел. Что такое? Да там у нас это... Есть такой интересный канал, где... Типа очень много хорошего контента. Зайдите, давайте поддержим. Ударенная ссылка такая. Ну, понятно, в общем. Типичная реклама. Угу. Так, да, теперь нужно преступников проверять. Я обычно справа кладу, чтобы морды эти перед глазами были. И... Ну, в общем, поехали. Сын болеет из-за голода. Это выгодно, маркетолог Евгений. Ну, да, потому что... 5 долларов на лекарства лучше, чем... Этот... Какие вы... Чем 20 на еду. Да. А-а-а. Правда, он заболеет снова из-за отопления. Нет, я понимаю, Зеток, что кому-то может не нравиться Пеппер Сплесс. Просто как бы... Да. Может не нравиться. А-а-а, чё-чё-чё. Миша, а ты чем принимаешь плату за рекламу? Бухлом или уградота? А-а-а, господи. Пронзит, пара недель. И то, и другое можно и с хлебом. Преступник тебе говорят, да. Да, там первый же он обычно учебный, так скажем, для проверки. Лука Вагнер, Пол Женский, хотя имя мужское. Ну, ты главное забыть, не обязательно, что преступник обязательно будет. Их может и не быть. Да, просто... Сейчас как бы это в первый раз преступники вообще есть. Может быть и... Ну да. Миша, ты не хочешь постримить что-то странное? Я на самом деле хотел вчера ночью постримить Бесич. Я даже на эту тему Ване Лоеву написал, но он сказал то, что типа я занят работой и отказал мне. Я такой типа, ну блин, ладно. И типа я вчера не стримил. Это там, где можно... Строить всякую хуйню. Да, типа вот эта машина, которая сжигает людей. И свастон выкидывает вверх. Да, а еще знаешь, что можно сделать? Можно сделать ракету на пушечной тяге. У меня была ракета в 9 степеней пушек. И они отсоединялись, когда выставил бы произведен. Она вылетела что-то около... Ну я не помню, насколько метров, но, короче, достаточно далеко. Ну это уже какой-то... Кербал спейс программ. Да, типа того. Но я просто хотел потестить. Знал бы ты, как она лагала. Я только на 2% скорости мог играть. Вместо сотни. Хлеб с начинкой уже, суки, помните? Не, этот мем долго не проживет. Да, да молодцы, что запомнили, да. Работать год. Сразу отдам ему карточку. Надо меньше устроить стейн по какой-нибудь японской дичи. Так, сейчас я посмотрю, что у меня установлено в стиме. Короче, у меня ассасины с 1 по 3 установлены. Бесич, сити, скайлайн. О, кстати, можно это города пойти строить, если ты не хочешь продолжать. Слушай, я бы даже присоединился. На комментики или как? Да и поиграл бы, а ты... А там нет мультиплеера. Ну да, в этом беда. Так, все правильно. Крусейдеры, Deus Ex Mankind Divided, Divinity, обе части Original Sin, которые... Skyrim, Европа Universalis, Full Throttle, Remaster. Ну, кстати, можно было Full Throttle запустить. Я ее недавно перепроходил, да. Hards of Iron, Paper Splits, Plague Inc. Ну, кстати, Black Inc. прикольная тема, но она такая, значит, чисто позалипать. Миша, ты в CSP не играешь? Не, не играю. С гостей неправильный номер, пора кого-то арестовывать. Не правильный. Гуа, ассасинов, билетишка, Кулакова призовет. Кулаков ворчливый. Full Throttle, Full Throttle, клевая, да. Ищи города строить, во сколько стрим будет наполненный. Пока ничего не напоминаю, ребят, если стрим будет, то он будет внеплановый. То есть, возможно, после этого, но я бы хотел там еще чаек пойти заварить, пепельницу взять, в конце концов. Ха, преступница. Добро пожаловать в камеру! Мог бы зарядить симулятор свидания с голубями, но Вася уже стримила. Там есть вторая часть, и... Да не, не нужно. Ой, ну это же и... Ну зачем она нужна? Ничего, не воршли, он до бронежка. Он мне два паспорта кинул, придурок. Неплохо, да. Да, конечно, ну... Ошибся немножечко, да. Вот дерьмо. Мог бы Воба ему поставить, короче, не пропущен. Такой самый тупой инспектор на свете. Так, это не преступник, хочет в гости, у него есть усы, один месяц, ох, какой поток сознания у меня. Кто, блядь, ворчливый? Это я, блядь, ворчливый. Ой, ты, ты, ты ворчливый! Сидишь там, что-то на Пейперс Плис выкомениваешься, за что? Да, блядь, вы стремите чью-то унылую работу, блядь. Да, это... Ты бы знал, что она херительная. Максим, на самом деле, она серьезная, она классная. Здесь прикольный сюжет, здесь прикольная атмосфера. И самое главное, она задротская. То есть ты можешь сидеть в нее и реально там, знаешь, каждую мелочь задрачиваешь до тех пор, пока не будешь идеально играть. Ты понимаешь, блядь, что людей визионерского склада, типа меня, блядь, охуеть просто, вот какой диссонанс от того, что стрим идет в 1080p, а потом ты смотришь, блядь, на эту картинку? Да. Сухо. О, нам донатик закинули. Ты чувствуешь, что где-то тут подвох. Drunk Oilman, Миша, никакой рекламы, просто у ребят нет зрителей, у них ведь нет заводного нареца, а лоры отличные. Ну, это не к нам вопрос, сорян. В чем проблема, половина игр сейчас с такими выходят. Эзик занес нам соточку, мы знаем. Ой, кажется... Интересно, это первый случай, когда кто-то забаненный занес соточку. Я не знаю. А за что его разбанить? Ну ты его разбань тогда. А я не помню Ник. Я не помню Ник. Погоди, погоди, за что его разбанивать? Он из Эцик, он террорист. Нет, до этого, до этого. Там два было доната. Сейчас я чат промотаю. Нет, тогда, наверное, стоит разбанить. О, нашел. Это Drunk Oilman, так. Ладно. Как его разбанить? Наверное, вот так вот. То есть я дважды забанил, наверное, человек разбанен, да? Drunk Oilman, попробуй. Нет, Максим, ну и что с того, что диссонанс? Игра-то от этого хуже не становится. Она из геймплейных замечательная. Она уникальна еще в плане того, что ты работаешь, блин, с документами, и это интересно. Это интересный геймплей. Если тут поменять ключевые слова, то это, блядь, моя работа, сука, с претендентами на СтопГейме. Обзоры делать и трудиться. Обзоры надо. Так что я ее уже прошел, ни разу ее не покупав и не установил. Господи, да она стоит 100 рублей, наверное, сейчас. Ну, кстати, она мега дешевая сейчас. Да она когда выходила, то стоила рублей 200 от силы. Что-то Даран Коэллман так и не написал. Выглядит она рублей на 30. Она действительно дешевая, Максим. То есть человек сделал игру, потому что хотел реализовать идею. Да, и она получилась. Игр таких практически-то и нет. Я не знаю, где. Игры, где нужно сверять документы. А прикиньте, это все глобально наебаловый. Вы на самом деле живых людей таким образом проверяете. Просто кто-то решил сэкономить. Ну, не, Максим, они повторяются. Тут рандомизатор только в бесконечном режиме. Да, тут есть сюжет кое-какой. То есть тогда мы их несколько раз проверяем. А идея была хороша. И это вообще инстинкт. Сэпшн какая-то получается. Какой ты громкий, Макс. Я просто худею. Я не могу сейчас тебя потише сделаю. Какой я громкий. Ты на меня орешь. Во, кстати, Макс, сколько ты здесь? Я хотел у тебя спросить нормальную какую-нибудь программу, которая в реальном времени позволила бы обрабатывать звук микрофона. Чтобы на стриме было сочнее. Да. Ну, расскажу потом. Ну, закинь. Сейчас мне лень. Да, мы можем больше. Есть несколько раз. Пока я страдаю на фоне, короче. Нет, ну есть просто VST-шки. VST-шки это очень хорошо. Есть способы их в реалтайме применять. Это, во-первых, и сам OBS умеет. Но проще, вернее, разумнее это делать немножко иначе, чтобы это всегда всех программ касалось, а не только OBS. Иначе, например, твой голос в таком формате будет слышать только зритель, а твой собеседник в стриме будет слышать его без обработки. Я понял. Нет, мне дополнительно это не нужно обработки. Мне просто это посочнее его сделать. Неужели у меня день был без единой ошибки? Да ладно, нормально так. Впервые. Прошли правительственные за горы. Короче, Макс заговорили и тему перевели, да. Миш, поставим SWORD ART ONLINE FATAL BULLET. Игра звучит прям как порно. Нет, я знаю, что такое SWORD ART ONLINE, и я не буду связываться с Онями. Мне Жожи хватило. Миш, на данный момент какой у тебя микрофон? Blue Snowball. Она 250 рублей сейчас стоит, говорят, окей. Ой, ну чуть-чуть ошиблись. Да там наверняка скидки постоянные какие-нибудь, и можно и за 100 отхватить. Вообще, надо подумать, что я буду стремить после тебя, Евгений. Можно было, конечно, Европу пустить, но у меня нет для нее настроения сейчас. Так что, может быть, действительно City Skylines? Нет, ну я, если бы, может быть, на правах соведущего тогда присоединюсь, если скучно. Могу им World пустить, если хотите, ребят? Нет, тогда не буду, я в ней не разбираюсь. А что разбираться? Это те же дворфы, заодно посмотрим, с чем отличается. Ну, можно и так, но сначала немножко отдохну, а стушу голову, суну ее в морозильник, короче. Выпьешь хорошенько, а потом уже присоединюсь. Арпистанского... Так, погоди, 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 погоди. Че, не, Drunk Oil, блин, чуваки, меня разбанили, я че-то не вижу. Да, разбанили, разбанили, я тебя вижу. Все, снова привет. Не надо так больше шарить. Мы тут таких не любим. RimWorld, Full Throttle, Skylines. Имя, имя. Че, 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 для быстрой проверки тоже удобно. RimWorld, народы России требуют хои. Хоть кто-нибудь использует микрофон в паре с... Reamp'ом? Или внешней звуковой картой? У меня внешка, но микрофон у меня юсбишный. Так что это без пантовес. Слушай, меня вот интересует... Стой, делей на рассадку за ним. Кулаков говорит, что по этой спрессу нынула игра. Напомню, этот человек не умеет обращаться с веревками и считает, что земля — это остывшее солнце. Что называется, доебаться в ответ. Хоть ты ржешь, так и есть. Все, правильно человек сказал. А остывает она вовнутре, да? Ну да. Все так и было. Я ж точно знаю. Я хуйни не скажу. Ладно, ладно, ладно. Хорошо. Сейчас денек достримим, короче, и убожество это убираем с этого... Ты про Максима? Черт, я про игру. Все, короче, меня сейчас в черный воронок запихивают и увозят. Я никого не увольняю. Я вообще со всеми дружить люблю. Голосуй, значит, чтобы всех нахуй посылать. Я как раз Кунгурова донел. Спасибо за донат. Ну окей, сейчас посмотрим, что запустим еще. Там и звуковые донаты. Подроблю, в смысле, музыкальные. Да, это же необязательный стрим, значит, можно и эти самые. Да, к тому же City Skylines музыки нет. Ну как, она есть, но она через какое-то время начинает бесить. По крайней мере, меня. Черный воронок Кунгурова. Работа, один год. Погоди. Да, все правильно. Проектирование. Там, между тем, Dead Dust 2 вернули в соревновалку Global Offensive. Вот еще надо стримить. Че, Control? Я, например, в нее не играю, я хуй знаю, что там показывать. А этому еще и сливаться буду. Да. Это типа, знаешь, это из разряда, ну не знаю, покачаться на веревке. Для тебя. Только весь стрим ты будешь на этой веревке. Да, только придется в петле висеть, а не не знаю. Почему это? Я нормально струляю в Counter-Strike. А, бомба! А я разучился, я уже не играю в нее. Пару лет, как в Лигу Легенд, например. Ребята, у нас секшн бомбу принесли. О, разряжай. Да. Сейчас тебе этот чувак скажет, как ее сделать. Не трогай пока ничего. Есть еще одна концовка, да. На самом деле, конечно, террористы те еще дебилы, что это с такой бомбой простой принесли. И что она еще какое-то время ждет. И еще, что тут все так просто. Конечно, я как самый тупой инспектор мог бы сейчас это... Себя подорвай, да? Да. Так ведь два, три, четыре, и взорвался на куски. Ну, он зато ее продаст и денежки у вас будут. Да. Хороший друг. Мне даже потом жалко было с ним расставаться. Да, но он же еще, кстати, попросит тебя нарушить закон и пропустить его женщину. Да, Серега, по-моему. По моему рулевому отопшу я этого делать не должен, но я, скорее всего, уже не успею. Ну да, мы сегодня вряд ли закончим. Ты дошел где-то до третьей игры, по-моему, только. Ну, тут видишь, от моей скорости не зависит, как быстро прохожу. Тут ведь... Да нет, зависит. От твоей скорости зависит, сколько людей ты пропускаешь. А, ну это-то да. Какая-то поразительная вещь. Мне вот Стэнсон говорит, Максим, говорю, как человек, который предал КС и перешел на Сидж. В задницу этот КС. Она практически не развивается. Об этом даже киберспортсмены говорят. Я никогда, блядь, не пойму этот прикол. Постоянно растущий порог вхождения, меняющийся баланс, блядь, огромное количество каких-то левых оперативников. Алло, дисциплина. Вспомните, хоть шахматы, хоть футбол, они развиваются, они отличаются, блядь, чем-то с того момента, как были созданы. Я с тобой соглашусь. Потому что некоторые игры желательно довести до того состояния, добавить, возможно, новые карты ради разнообразия, но геймплей не трогать, например. Чем, например, я соглашусь с Денисом, была хорошая операция оздоровления в Сидже. Тем, что, блядь, играть стало нормально. Вот. Так, короче, я считаю, что... Нет, нет, это, конечно, шутки, все, что надо все бросить, стремить в Counter-Strike. Но то, что Valve не стали ее ломать, дополнять вот этими новомодными фишками, шпиговать, каких-то новых, блядь, оперативников или перки добавлять и просто выпустили ее, там, добавив эти магазины, все и скины, это правильно. Она в той кондиции, в которой она работает. А что там развивать? Способности персонажам добавлять? И что, у нас Battle Carnival получится? Ну, это просто как сравнение, например. Сука. Файзер занесет соткой. Миша, напомни, сколько игр ты обещал, но не прошел на канал. Я могу надо... Что надо давить на больной и составить целый список того? Нет, я не надоел. Потому что, ну, не прошел, а что? Плакать теперь, что ли? Да, игр столько не пройденных. Все, никогда не успеешь. Просто не успеешь. С этим надо смириться и жить дальше. Убавьте Максима. Да, Максим громковат, но это из-за его дефолтных настроек. Он просто всегда громкий. Ну, тут ничего я не могу делать не можешь. Вы меня в этом в Дискорде убавить? Да просто это... Евгению нужно альтапнуться, а игра, насколько я помню, реагирует на альтаптак. Типа, она запускается в фолст-криме, альтапаешься, она в оконном режиме и больше не разворачивается. Ну ладно, я могу говорить спокойным шепотом, не приближаясь к микрофону. Скоро принесут эту классную штуку. Карточку с ядом. До которой можно дотронуться и сдохнуть, как дурак. Да, да, да. Можно обмазать и документы, вернуть и это... И сдохнет тот, кого заказать. А можно было этого, господи, одного из эзиков обмазать. Или нет, стоп, или как это работает. Там, по-моему... Нет, он не умрет. Это предусмотрено. Чтобы ты не мог его убить. Ну он, наверное, типа в перчатках, да? Ну, типа того, да. Возвращаясь к теме бесконечного лета. Не забудьте, для полноты что прогуглить снятие цензуры, иначе впечатления будут неполными, ничего страшного там нет. Сука. Так мы и так без цензуры играем. Demolition Cyber Destroyer занес соточку. Ироничный факт. Paper Please делал бывший разработчик Uncharted. Тот самый Uncharted с теми самыми веревками. Ага, так что Хейт Макса не случайно. Вот оно что, блин. А, ну да, да, точно. Еще известно, что это прям тот человек, который уровень с веревками делал. Лукас Попа он работал там, да. Так, все правильно, кажись. Кажись, ключевые слова. А меня бесит, что в Сиджа прыгать нельзя. Я залебался по привычке взять пробелы и видеть. Нихуя. Ну, перепрыгивать на препятствия можно. Я что-то не помню, чтобы, знаешь, люди в жизни прыгали на месте просто как долбоебы. Окей, такой возможности нет, но просто а нахера это нужно? Нет, это страшно бесило в играх типа Nice of the Old Republic, где бордюрчик высотой 20 сантиметров. И нельзя пройти дальше, потому что бордюрчик, а перепрыгать герои там не могут. А как в Ведьмаке забор в этом, в Изиме, точнее, в предместях в Изиме перейти не может, да? Ой. Ну и за ограничение карты там это... Тоже никакой парадизмный. А, нет, есть. Линдеформа... Проверил это, район Грештин. Ой, тьфу, в этом. Линдеформа, все правильно? Все правильно, окей. А тебе показалось, что там написано неправильно? Да, да, да. Я сразу на него смотрел. Ну да, все правильно. Мне просто ошибся. Господи, вот это рожа. Где вас таких выращивают? Единственное, что... Про добавление новых фичек Вальвам просто лень этим заниматься. Они только недавно что-то заикнулись о возвращении их разработки к разработке новых игр. Им достаточно бабла с компендиумом ДОТ и торговой площадки. Транзитом на Веки Вечные. 14 дней тебе нужны на Веки Вечные отметили. Да, я уже отметил. Все, сори, у меня задержка. Так, Рос Мадрич спадает, Шинглтон, паспорт не просрочен. Штампик вроде правильный. Я надеюсь, прическа каре. Да, мужик с каре. Господи, ну как... Штамп правильный, да. Все. Блин, вот самое сложное, наверное, это фраза, которую они говорят. Их легко проворонить. Они быстро выходят. Максим, ты когда постримишь что-то по ассасинам? Просто давно твоих стримов не было. Люди скучают. Ну, ассасинов и новых как-то что-то не выходит особо. Пока не знаю. Но на стримы, на другие есть кое-какие планы. Но я лучше ничего не буду лишний раз в воздух пиздеть. Все, вы знаете, 1 числа. Не, ну я вчера зашел на это. На стикфайт. Мне понравилась годная тема. Да, это вообще дичь полная. Я ожидал, что это настолько беспощадно. Блин, не успел. Но я сила была. Зараза. До 6 часов. Ну и зато штраф не получил. А то мог бы. Мне знаешь, что больше всего нравится? Можно запалить, если ты за последнего посетителя получаешь штраф. У тебя долгая игра не заканчивается, он доходит где-то там до середины дороги и только потом вылезает штраф, да? Угу, да. Это сразу паришься. Просто обошелся ты или нет? Так, ну, ладно. У меня тут все голодают, сын опять болеет, этот бесполезный. Ладно. Наверное, на этом закончим. Порайти дальше, а то ассасины до ассасины. Надо развиваться, прям как Сидж. Я как хотел ответить на комментарии перед этим. Пол, дофига несбалансированных оперативников, это, мол, не так. Во-первых, я не говорил несбалансированных, я сказал, что просто их дохера. Ubisoft как можно оперативнее фиксит дисбалансных. Там последний оперативник, который вышел за рамки баланса, умудрились игроки избегать. Это неважно, речь не об этом. Просто это дичь для игры, которая действительно претендует на знание спортивной дисциплины. Это ненормально, если она постоянно преобразует правила. Это, я не говорю сейчас ничего, нравится, не нравится играть. Другой совершенно вопрос. Это ненормально. Представьтесь, если бы к шахматам, блядь, раз в месяц выходили новые фигуры. Короче, Макс, давай так, я сейчас заварю чай, запущу City Skylines и там обсудим все эти вопросы. Да, потом я чуть-чуть позже к вам присоединюсь, Потому что Женя ему уже отдохнуть хочет. А ты ему с тригг не даешь закончить. Окей, ладно. В Трахани с вами сегодня были инспекторы Нареца, Баранов, старший инспектор Кулаков тоже заглянул на огонек. Это была Пеперс Плис. Не нарушайте закон, держите документы в порядке. Не уходите никуда, скоро вернемся. Пока. Да, скоро будет новый стрим. Давайте, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok